Так, вот собственно и вопрос, какой смысл начинать трансляции пораньше, если пораньше все равно никто не приходит. Но возможно это конечно связано с тем, что среда это уже давно забытый день недели для трансляции Терла. В основном все всегда происходило во вторник, но я так подумал, решил, что в этот вторник я уж пожалуй вечерок посвящу чему-нибудь другому, а вот среда отлично подходит для нашей очередной трансляции по бесконечному лету. Уж мы мало-помалу начинаем подходить к финалу наших прохождений, еще это конечно будет не последняя трансляция, да и скорее всего даже не предпоследняя, но где-то там уже рядышком дребезжит звездочка финала и конца всех этих наших бравых похождений, которые мы практически в течение года, ну как минимум полугода точно проводим в этом пионерлагере, уже все давно попроходили, забыли уже, а Терл все еще сидит, открывает концовочки. Ну и я наверное пока перейду на новый дизайн, естественно все не загрузится, как обычно это бывает, хотя... Да ладно, серьезно, как так получается, что когда зрителей нету в начале, то все виджеты, все вещи безупречно, безупречно идеально загрузились. Смотрите, есть и сбор средств, есть и герой месяца, есть и последний донат, все есть, зрителей только нет, которые могли бы увидеть, что у Терла наконец-то получилось это сделать, потому что обычно, когда я запускал эту сцену, то все всегда не запускалось, а сейчас все идеально. Ладно, можно выключить замечательную мелодию, запустить замечательную мелодию вот эту, что-то как-то громко кажется стало, поэтому сделаем потише вам, чуток потише мне, и начнем, начнем наше прохождение, сегодня у нас по плану открытие, ну как минимум двух концовок хороших, это Алиса и Ульяна, и начнем мы, пожалуй, с Алисы, потому что где-то я сохранял специально сейв, делал вот это он, чтобы отсюда начать наше скоростное прохождение по сценам, которые мы уже с вами видели. Так, и мне нужно, естественно, было бы, наверное, открыть страничку с прохождением, здесь мы ничего не делаем, насколько я помню, и это все уже также нам известные моменты. А здесь неважно, с Ульянкой мы еще сегодня разберемся, но попозже. А пока что общие сцены, первые дни, они вообще не очень так богаты на какие-то выборы. Так, блин, а на самом деле я тупанул, нужно было, нужно было что-то сделать с Ульянкой сразу, сейчас где-то найду быстренько прохождение за нее. Попытаться отнять котлету нужно, ну ладно, придется потом все это тоже скипать второй раз сегодня, но это будет позже. У нас-то тут впереди будет один челлендж небольшой, это Хардстоун встроенный, и вот на него я бы, конечно, пожелал бы себе зрителей, чтобы они мне помогли, хотя, памятуя то, как вы мне пытались помочь взять в октябре десятый ранг и до чего мы там докатились, то, скорее всего, вряд ли вы мне чем-то поможете в этом плане, но все равно. Так, попытаться тут неважно, можно дальше скипать спокойной душой. Ну, давайте похвалим книгу, что ли, на всякий случай. Хотя с Леночкой мы уже разобрались полностью, у нас есть обе ее концовки, мы все поняли, что ее плохая концовка это реально плохая концовка, ее хорошая концовка это очень обыденная, но, в принципе, хорошая же концовка, разве нет? Так, здесь какие-то, какой-то экшен, как обычно, уже не помню, на самом деле, что здесь происходит, но, конечно же, нужно делать обходы второго дня. Виола. Так, что там с ней произошло, мне кажется, она начала раздеваться постепенно. Ну, так, ну Мику, естественно, привет, Мику. Уж следующая трансляция 100 пудов будет посвящена тебе. Хотя, кто знает, может быть, я сегодня так быстро справлюсь со всеми вещами, что и сегодня успеем. Но это очень вряд ли, мне кажется, с нашими обычными прохождениями и со всеми трудностями, которые внезапно возникают у меня. Да и плюс опять тысячу строчек нового текста нам придется прочитать, как про Алису, так и про Ульяну. Это затянется на пару часиков. Так, тут без разницы, со Славей пошли. Вот и Алиса. Ну что ж, поехали. Нам нужна хорошая концовка, можно себя нигде не сдерживать. Спорим с ней. Причем сразу два балла нам дают. То, что мы просто с ней поспорили. Это очень круто. Ну и теперь... А, нет, еще нет. Еще за Женей нужно сходить, естественно. Но дальше, блин, будет тот самый Хардстоун. И мы-то, конечно, Лену побеждали уже однажды. Вот. Но, честно говоря... Придется сейчас, видимо, по новой. Тут нельзя будет ее пропустить. Играть турнир, пропустить, проиграть Ульяне, пропустить, проиграть Лене. Нет, придется играть турнир. Собственно говоря. Что я и выберу сейчас. И на этом моменте будем сохраняться. Потому что... Мне кажется, с первой попытки у меня точно ничего не выйдет. А значит, что еще проблема? Потому что я сейчас скипнул обучение. И ни черта не помню, как играть. Серьезно. Я помню, что нужно брать у нее карту. И... Типа собрать по очкам. Привет, плей! Привет, плей! Видишь, тут твои любимые коррекционные карточные игры в бесконечном лете. И нам нужно победить в трех матчах, между прочим. Но правила я тебе не скажу. Потому что я их не помню. Вот в чем беда. Я не знаю, существуют ли какие-то... Типа... Прохождения. Но мне кажется, здесь все-таки случайным образом, как минимум, твои карты выдаются. Поэтому я сейчас ничего не смогу найти. Но возможно, возможно, как бы, ты мне со своим огромнейшим опытом поможешь разобраться. Игра в дурака? Нет, тут не в дурака игра. В том-то и проблема, что здесь... Чуть-чуточку по-другому. Ладно. Я так понимаю, это... А, чей ход твой? Это я должен давать, походу, карты. Или что? Стрелочка? А защита? Чего? Менять местами, я вспомнил. Так, поехали. Она хочет взять королеву. Но... Поменяем с двойкой. В итоге она взяла туз. А туз это... Это один балл или два? Или что? Ну не зря я скипнул, реально, обучение. Мне нужно пары собирать. То есть, как в этом. Как в покере, походу. Тут результаты. Но я, видимо, пофигу на эту карту. Я не знаю. Давайте будем брать дальше. Нет, уже не пофигу. Десятка. А у нас все равно не с чем ее комбинировать. Поэтому... Как... Как отменить? Вот так, походу. Пусть забирает свою десятку. Нужно запомнить, что здесь у нее десятка. Так. А здесь у тебя что, дорогая моя? А здесь ты прячешь. Значит, будем брать. Теперь десятка здесь. Тройка. Классно. Нет. Даму мы точно не отдадим. С двойкой будем менять местами. Блин, бред какой тренер. Жесть. Так. Про тройку она знает. Так что, скорее всего, у нее может быть та... Скотина. Ну реально, скотина. Обманывает. Обманкой пошла. Типа я здесь... Я здесь пытаюсь мутки мутить. Она забирает карту, которую сразу и хотела. Так. Здесь десятка, насколько я помню. Здесь дама. У нас вообще нет ни одной пары. Ни черта нет. Это, походу, последний ход вообще. Жесть какая-то. Так. Да вири в том-то и дело, что нет, плей. Ты единственный зритель сейчас. Пятерка. Фейл. Почему она выиграла? По старшей карте она выиграла. Че за бред? Причем... Ну я понял, что Туз это все-таки серьезная карта. То есть не единичка. Да блин, загрузить игру. Да, конечно, я хочу загрузить. Мне нужно выиграть чертов турнир для этого финала. Так. Ага. Так, кстати-ка, я сохранился. И у нас карты теперь одни и те же. Поэтому мне всего-навсего нужно сохранить Туз. Если я правильно понимаю. Поэтому пусть забирает свою девятку. А мы будем пытаться у нее забрать что-то другое. Хотя я не прав, наверное. Она может какую-то комбинацию собрать, помимо старшей карты. Пятерка. Сбирайся четверку. Насколько я помню, а я ни черта не помню, то у нее там нет ничего. Так. Вот это что? Да давай не жмоться. Восьмерка. Просто я думаю, есть ли здесь возможность собрать типа ряд из нескольких карт возрастающих, допустим. Там 2, 3, 4, 5. Не будет ли это какой-то суперкомбинацией? Забирай двойку. Это вообще самая похудобная карта. Все что ли? Ну, я, конечно, не удивлюсь, что будет фейл. Четверка. Победа. Нет, все-таки карты сохранились, которые были. Здорово. Лена пройдена. Это уже успех. Действительно трудно играть в игру. Только что придумано, да еще и не тобой. Но я выиграл. Правда, радость победы немного мрачу, а то, что проигравшая оказалась Лена. Да без разницы. Нам главное победить. Она и без того была не особо уверена в себе. Теперь мне даже неудобно смотреть на нее. Возможно, следовало все-таки проиграть, чтобы... Нет. Нет. Дурной, Семен. Да я же поспорил с Алисой. Вот именно. Электроник тем временем с гордостью объявил, что первый тур окончен. Через некоторое время на Ватмане появилась схема участников второго тура. Ну и, естественно, Ульяна. Пару полуфиналистов составили Алиса и Женя, Ульяна и... Я. У меня вырвался обреченный вздох. Да, тут я, насколько помню, Ульяна будет мутить какую-то жесть. Тут же напротив уселась Ульяна. Хы! С улыбкой до ушей она уставилась на меня. Как это ты Лену обыграл? Журничал, наверное. Я же не ты. Просто я умею играть в карты. Пусть она хотя бы так думает. А ты как Шурика обыграла? А-а-а... Ульянка махнула рукой, показывая, как это было просто. Пригрозила, что вступлю в его клуб. Ну-то понятно. И снова широко улыбнулась. Будешь мне поддаваться? И не надейся. Ну вот. Тогда я сама буду выбирать, какую карту тебе отдать. Ты правило слышала? Да плевать. Похоже, я действительно это мало волновало. Ладно, тогда я буду отдавать тебе только те карты, что выберу сам. Договорились. Водушевленный победой в первом туре, я решился на этот опасный шаг. Можно было взяться в спор. Позвать электроника и в конце концов настоять на том, но я... На своем, но я почему-то был полностью уверен в исходе этой партии. Да, мы нарушали правила, но находились с Ульянкой в равных условиях. Я посмотрел на электроника. Время начинать второй тур. Скомандовал он. Я аккуратно открыл карты, стараясь не дать Ульянке заглянуть в них. Ну, сейчас начнется полнейшая жесть, поэтому сохраняем опять. Так, она будет сама выбирать, какую карту мне отдать. Значит, будет давать явно полную лажу. Но я помню, что я пытался ей когда-то отдавать полную лажу. И при этом проиграл. Ну, давайте попробуем все равно. Четверочка пошла. Шестерочка. То есть... А, у нас, смотрите, есть две девятки. Это пара. Отдам я ей обратную шестерочку. Пара, это хорошо. Шесть. Не знаю. Отдадим обратно. Валет. Победа. Я не знаю, по какому. Вот, у него пара шестерок, у меня пара девяток. Это было реально просто как-то. Эй, так нечестно. Ты должен был поддаваться и проиграть. От недовольства она надула щеки и стала похожа на колобка. Ну, мне кажется, чтобы быть похожа на колобка, нужно еще там голову себе отрубить и все такое. Так, давай переиграем. Только ты теперь поддавайся, слышишь? Ну, ее слышал не только я, а весь зал. И даже электроник. Никаких переигровок. Ульяна не обратила на него ни малейшего внимания. Ты должен проиграть. Я вообще с тобой не собираюсь играть второй раз. Спокойно, сказал я. Ах, так? Да, так. Тогда я всем расскажу о том, что ты к Алисе приставал. Сказала она шепотом. А это, кстати, типа, наша Алиса шантажирует тем же самым. Типа, что мы к ней приставали. И тут теперь Ульяна внезапно решила нас шантажировать тем же самым. Только правила абсолютно другие. Чего? Я перегнулся через стол и грозно посмотрел на нее. Значит, подслушивала? Не подслушивала, а просто мимо проходила. Мы сможем все, ты и я. На жесткий диск соберем. Я так рад. Оу, приятель мой. Спасибо за донат. Где Микула? А? 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 Больно. Виря, во-первых, привет. Рад, что ты подтянулась к нам сюда. То как-то совсем было скучное начало. Большое спасибо тебе за 10 рублей. Очень жаль, что у тебя нет 500. Точнее, есть. То есть, все-то я вижу. Вот. Но я бы с радостью с Мику закончил, разобрался. Точнее, наоборот, перешел бы к Мику. Но сначала нужно закончить и разобраться с этими гадскими Алисами и Ульянами. Я надеюсь, за эту трансляцию мы с этим справимся. И следующее будет уже целиком и полностью посвящено Мику. Вот. Ну и, не знаю, там, интересные факты, я обещал же, да? И, типа, короче, в 19 веке бинты, в которые заворачивали мумии, использовались для изготовления пергамента. Не знаю, насколько это, короче, интересно. Хотя, на самом деле, прикольно. Потому что, как раз тогда, в то время, всякие исследователи лазили по пирамидам. Значит, они обворовывали мумии, раздевали их и потом просто делали пергамент для записей. То есть, типа, сдача макулатуры такая принудительная была, по ходу дела. Такс. Ну, вот, да, Вире нужна еда, так что всё нормально. Заказывать факты? Так, я не знаю, почему у Вири... Я знаю, точнее, почему у Вири стала такая большая цифра. Потому что мышка, которую я купил, она конченая, короче говоря. Вот, сейчас всё нормально. То есть, я выделил, чтобы заменить семёрку восьмёркой. Но ни черта не заменил, а просто дописал восьмёрку между ноликом и семёркой. Поэтому спасибо, Плайк, что заметил. В смысле, а каким образом ты собираешь, ну, хочешь заказывать факты? То есть, сейчас у меня в распоряжении, точнее, есть несколько замечательных журналов про разные страны. И я, как бы, планировал оттуда интересные факты вам рассказывать. Плюс у меня есть парочка интересных фактов, которые я и так недавно узнал. Причём вчера случайно выяснил реально одну интересную историю. Ну, если бы, типа, сбросили больше, чем 10 рублей, я бы такой, эх, значит, с головы. Расскажу вам реально интересное то, что... То, что, типа, сам вот недавно узнал, это реально прикольная история. А так пока, так сказать, у нас будет градация обычных фактов, которые... И факты, которые посерьёзнее, которые я сам рассказываю. Вот такой Терл задумал фигню полнейшую. Так, предложить тему... Не, ну, кстати, возможно, да, возможно, типа, предложить тему. Ну, я, может быть, узнаю про эту тему, что-то интересное и расскажу. Такой тоже вариант, в принципе, и подходит. Но тогда мне придётся каждой трансляции готовиться серьёзнее. А там будет один твой донат, верен, 10 рублей. И смысл, не знаю, изучать тематику не очень большой. Такс. А ведь она может. Ульяна что-то может. Я вздохнул и обратился к электронику. Переиграем, ничего страшного. Как знаете. В смысле переиграем? Эй, он пожал плечами. Итак, матч-реванш начался. Я думал, что я уже победил. Какой матч-реванш? Алло. Реально. Десятый ранг в Хардстоуне взять проще, чем здесь победить в этом турнире дурацком. Такс. Я уже смотрю, там продажа артов от Вилли пошла. У нас, кстати, здесь тоже весьма интересные арты. Что-то тут Алису раздели практически целиком и полностью. Трусы слезли. Что это вообще за бред какой-то? Так. А еще масти есть. Я только сейчас заметил, что у карт есть не только значение сверху, а еще есть масти. Может быть, с ними также связана какая-то история про комбинации. Блин, ну ладно. Даем минимальные. Так уж и быть. Тройка. Нет, у нас нет никаких ни пар, ничего. Ах, блин, это Лена. Черт, такая страшная. Ужас вообще какой-то. Начался. О! Ни чертайся, она выдала короля. Так, 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 так. Ну, на тебе четверку. Сейчас я себе четверку вытащу. Будет бред. Победа. Я не знаю, почему победа. А, потому что два вольта. А у него две тройки. Жесть какая-то. Серьезно. Я не очень понимаю, как это все работает. Проще простого. Сказал я и вальяжно развалился на стуле. Так не честно. Надеюсь, она не потребует еще одной переигровки. Почему же не честно? Посмехнулся я. Ладно. Обиженно сказала Ульяна и встала из-за стола. Я внимательно посмотрел на схему турнира, пытаясь понять, кто же мне достанется в соперники по финалу. В ту же секунду ко мне за стол села Алиса. Я глупо и неестественно улыбнулся. Как будто боюсь ее. Поздравляю с победой. Рассчитываешь выиграть? Рассчитываю, что ты сдержишь свое обещание. Ладно, погнали. Так, ну вот все. Финал Близкона по Хардстоуну явно начался. А то и пожестче. Так, не отдавай красные карты. Так как у тебя больше зеленых карт, у Ульяны больше красных. Так все-таки это имеет какой-то смысл? Потому что, ну видишь, зеленые карты бывают тоже двух разных видов. Вот это какая-то книжка открыта или что это? А это какой-то... Че? Вообще не могу понять, что это. Зеленый значок Ютуба. У меня больше ни с чем не ассоциируется. А тут молния. Кстати, молния, по-моему, была желтой вообще. В прошлый раз нет. А здесь серп и молот. Так, у нас есть две тройки. Это уже неплохо. А, блин, ну значит теперь по правилам играет. Девятка, девятка, девятка. Ну, а нададим девятку, так уж и быть. Пока не страшно. Я пока буду держаться за тройки. Потому что пара это всегда хорошо. Так, поехали. Смотрите, смотрите, как она. Она, конечно, может и защищает, но она же может блефовать. Может там какая-то полная фигня. Ммм? Давайте, чатик, интерактив. Серьезный интерактив. Брать мне эту карту или нет? Реально там что-то есть ценное, что она защищает? Или все-таки это блеф? Не знаю, насколько уже этот дипмайнд от гугла, который в коллаборации с Близзардом в Старкрафте сделали супер искусственный интеллект, включен в данную игру. Ну, абсолютно очевидно, что не на сколько. Поэтому здесь может быть просто рандом. Кстати, я сейчас заметил, что здесь у Лисы такие здоровые косички, как будто бы. Рандом. Ну, плей, я, конечно, понимаю, что ты, типа, блеф, но ты ж можешь подкалывать. Так что, нет, попробую ее взять. Ну и смотри. И смотри, сколько у нас троек теперь набралось. Так, только, правда, она хочет забрать. Поэтому давайте... Ммм, какие тут арты интересные. Надо еще, правда, шею разминать. Хотя, черт, Туза отдавать надо было на двойку менять. Ну, ладно, окей, пусть возьмет Туза. Вряд ли у нее есть три одинаковые карты. Причем я Туза могу забрать обратно, в принципе. Так. Смотрите, не хочет отдавать Туза. Теперь забирает Туза. Не, у нее явно что-то есть там. У нее явно что-то припрятано. Так. Да, блин. Я либо так попадаю на суперкрутые карты, важно, или что. Валет. Победа. Ну, у нее ничего не было абсолютно. Так, это оказалось гораздо проще, чем я боялся. То есть, мне казалось, что турнир гораздо сложнее выиграть. Поэтому мне не удавалось это сделать в прошлые разы. А здесь что-то как-то совсем простенькое. Ура! Я выиграл! Пусть теперь Алиса знает, что со мной лучше не связываться. Значит, не зря я все же с ней поспорил. Теперь оставалось надеяться, что она не станет распускать ложные слухи от обиды на поражение. Вдруг захотелось сделать себе подарок в честь победы и пойти искупаться. По правде говоря, я плавать-то толком не умел, но возможность окунуться в прохладную воду на пляже при луне была слишком заманчивой. Тем более, после вчерашнего дня и проведенного в зимней одежде, а чё я там и просто проведенил в зимней одежде, меня можно было выжимать от пота. Вечером здесь никого не должно было быть, поэтому я разделся до трусов и вошел в воду. Сейчас какие-то челюсти начнутся явно. Знал бы заранее, захватил бы из дома плавки. Обычно мне вполне хватало проплыть 15-20 метров, но в этот раз эйфория от победы на турнире подтолкнула меня побить свой рекорд. Я плыл медленно и размеренно. Следил за каждым движением рук и ног, за каждым вдохом и выдохом. И получил по башке сразу явно. И тут бах! Удар по спине отправил меня под воду. Я начал захлёбываться, но усилием воли взял себя в руки и вынырнул, схватившись за буйок. А, это всё-таки буйок, на самом деле. Я помню, что когда впервые видел этот арт, мне показалось, что типа Алиса с нас плавки стянула, ну, Семёна. И он типа пытается прикрыться хоть чем-нибудь там. Хотя, посмотрите, посудите сами. Получается, что как бы было ночь или вечер, а здесь на арте вроде бы светло, небо такое синее. Всё нормально. Я обернулся и увидел Алису, плывущую за мной. Ты что творишь? Как что? Приветствую победителя. А если бы я утонул? Ну, я бы тебя спасла. Ага, как же. Находиться здесь было попросту опасно. Утопит ещё, не ровен час. Поэтому, вложив все силы в последний рывок, я поплыл к берегу. Мокрый песок покрывал меня с ног до головы, а дыхание постепенно восстанавливалось. Через некоторое время из воды вышла Алиса. А ты неплохо плаваешь? Не сказал бы. Ага. И ты тоже. Ну, я-то понятно. Я промолчал. Ты сегодня у меня уже два раза выиграл. Значит, тебе прощаются те два долга. Какие долги? О чём она вообще? Алиса, похоже, не совсем здраво воспринимала действительность. Радушно благодарю. Съязвил я. Знаешь, а ты не такой уж и неудачник. Ну, ух, ничего себе, ничего себе здесь. Пошла динамика, пошла сцена. У вас она залагала, естественно. И совсем не так красиво и ровно прошла. Она, чтобы постоянно двигаться теперь нет, остановилась. Алиса была одета в купальник, который хорошо подчёркивал все прелести её фигуры. Ух, почалося. Да, при всех минусах характера Двачевская, этот плюс на неё не отнимешь. А с чего это вдруг я неудачник? Она хитро улыбнулась. Ну, кстати, между прочим, это не мне, Лена, если что, зарядит в морду. Так что, при чём тут... Ну, блин, чё-то мне кажется, я уже совсем наигрался в это бесконечное лето, потому что ассоциирую Семёна напрямую с собой. Говорю, мне там и всё такое, нам. На деле-то Семёна гребает. А что, разве не так? Нет, конечно. И чем докажешь? Не собираюсь я тебе ничего доказывать. Ах, вот так, значит? Сказала она безлобно. Да, вот так. Наступило ожидаемое молчание. Тихий ночной ветерок лениво играл волнами, то накатывая их на берег, то забирая назад, чтобы собраться с силами и перегруппироваться. Алиса всё так же смотрела словно сквозь меня, казалось, забыв о том, что я всё ещё здесь. Эй, земля вызывает Алису. В её взгляд, вмиг вернулась осмысленность. Ладно, бывай. В смысле, бывай. Ну, короче, она пришла, чуть не утопила к чёртовой матери Семёна. Потом сказала, ну, неплохо плаваешь, да? Окей, ты не такой уж неудачник. Бывай. Вот поэтому я и считаю Алису чё-то не очень адекватным человеком. Она вообще не человек-то, а нарисованный 2D персонаж. Она забрала лежащую рядом одежду и ушла. Причём ещё не свою, небось. Троеточие. Было уже поздно, но я решил ещё некоторое время полежать и посмотреть на звёзды. В конце концов, раньше мне редко представлялась такая возможность. Или просто я сам редко себе её создавал. Ведь если подумать, свет от далёких звёзд долетает до нас за миллионы лет. Вот, кстати, интересный факт. Я именно про вот эту вещь. Ну, схожую по тематике с этой вещью узнал был вчера. Очень занятную. Вот сейчас я вижу звезду, потому что она светила тогда. А для неё это тогда, далёкое прошлое. И сейчас она, возможно, уже взорвалась. Стоп! Она же и мою одежду забрала. Ай! Как просто в воду глядел, серьёзно. Я вскочил и начал осматривать пляж. Действительно, Алиса унесла и мою пионерскую форму. Чёрт возьми. А ведь я только начинал думать, что она, может быть, не такая уж и плохая. Надо срочно что-то придумать. Конечно, можно пожаловаться Ольге Дмитриевне, но вернуться к ней в одних мокрых трусах. В каком домике живёт Алиса, я не знал. Стучаться во все подряд тоже не вариант. Может быть, зайти к славе? Да, точно. Ночью в одних трусах. Только розы в зубах не хватает. Чё? С какой стороны ни посмотри, я попал, причём попал серьёзно. Но делать что-то надо было в любом случае. К счастью, не так много времени прошло, и я ещё успевал её догнать. Бегом! Куда догнать? Даже не знаешь, куда она пошла. В чём смысл? Что за жесть? Чё, Плей? Ничего не понял в твоём сообщении. Затерла, бесконечное лето, факт, тебе дала. Чё? Про космос и время. Там не совсем про время. Ну вот. В мгновение ока я оказался на площади. И, к моему огромному удивлению, Алиса сидела на лавочке и явно скучала. Она уже успела переодеться. Отдай! Да бери! Ответила она каким-то виноватым тоном И протянула мне мою форму. Троеточие. Только не думай, что я это специально тут тебя ждала И всё такое. Чё? Алиса развернулась и не спеша пошла в сторону домиков. Я остался стоять как вкопанный. Такой финт ушами был выше моего понимания. Я же говорю, неадекватный абсолютно. Возможно, у неё проснулась совесть. Хотя какое там. В любом случае, с ней нужно быть поосторожнее. События сегодняшнего вечера ничего не меняют. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Впервые за день меня накрыла дикая усталость. Всё. Ура! Дикий скип. Так, чё-то у меня лагает чат. В смысле, у тебя на твиче, я надеюсь, не в трансляции. Иногда не прогружаются твои сообщения. Грёбаный твич. Это, походу, к плэю относилось. Так. Так-так-так-так-так-так. Здесь не важно. Ой, чё-то я не пойму, что выбрал. Ну ладно, для Жени не страшно. Так. Тут мы тоже не останавливаемся. Естественно. Стоит пойти посмотреть. Там же Алиса играет на... На гитаре. Но это мы уже, правда, всё видели. Когда проходили на плохую концовку. Чё? Блин. Я тогда выбрал, ладно, я приду. А что нет, извини. Мы тогда не посмотрим этот вариант никогда в жизни. А, ну нет, извини. Такое развитие событий никак не входило в мои планы. Да и надо больно. Она обиженно фыркнула и отвернулась. От мысли о правильности этого решения меня отвлекла музыка, призывающая пионеров на обед. Так, всё, успокоились. Короче, ничего... Ничего и не пропущу, если не выберут вариант. А я уже выбрал. Так, я приду, конечно, на все ваши концерты, мадам. У меня нет выбора. Нет, сбежим. В следующий раз будем помогать, когда будем выходить на концовку Ульяны. Я, конечно, понимаю, что, типа, супер... Супер весело, супер интересно. И у меня супер комментарии по происходящему. Но, сами понимаете, уже в который раз это всё скипается тут адово. И просто жесть какая-то творится. Причём в переводке так смешно. Порой смотрятся сцены. С передачи гитары друг к другу. Так, что здесь? Что-то в баню кто-то хотел пойти. Или я, или Алиса. И кто-то кого-то застукал. Блин, здесь тоже надо сохраниться. Потому что, наверное, надо выбрать тот вариант, который я уже делал. Поэтому, рассказать, что был с Алисой. По правде говоря, я с Алисой был на сцене. И что же вы там делали? Играли на гитаре. Ладно, не столь важно, где ты был. Главное, почему не пришёл на дискотеку? Понятно. Что-то мне кажется, это вообще бессмысленные выборы. По большому счёту. Потому что, что тут, что там. Никакой смысловой нагрузки не было. Поэтому придумает другое оправдание. Всё проскидываем. Так, что-то так всё затупило, затормозило. Я уже подумал, что-то нужно отвечать. Но нет. Так, ну здесь, естественно, Шурик потерялся. В общем, я не знаю, на самом деле это так. Но мне кажется, что когда мы выходим на концовку Алисы, Алисы очень много становится на экране у нас. Так, ну, стоянка, допустим. Мне кажется, что не важно, куда мы пойдём здесь. Ну, с Мику, естественно, встретимся. Пойдём, послушаем её пение замечательное. Замечательное. Скоро, Мику, скоро уже будет и твоя концовка. Мы уже очень к этому близки. Так, чё тут творится? А, нас пытались подставить в очередной раз. Хотела тебе отомстить. Чё? Всё затупило. За что это? Действительно, что я такого сделал этой девочке, чтобы мне ещё и мстить? За то, что обыграл меня в карты. Важный повод, без сомнения. Ясно? Ну, такие себе вставочки, честно говоря. Можно было полностью обойтись и без них. Так, мы уже в медпункте дежурим. Да просто. Просто скипаем. Неважно. С Мику плохая или хорошая концовка? А с Мику одна концовка. Так что тут не важно. Как видишь, есть форма с галочками. И там она одна. А не спрашивать. Где там уже Алиса? Так, давайте дадим ей уголь. Мы знаем, что она с ним собирается делать. Но нам нужно баллы собирать. Я, кстати, уверен, что некоторые я баллы мог не собирать. Но ладно. Неважно. Так, ничего не есть. Это потом узнаем, что здесь у нас происходит. Хотя я уже ел, судя по всему. Раз вариант такой был выбран. Да я когда сам проходил, я его ел. Но я же не знал, что это значит. И кому это всё нужно. Ну, хорошая, естественно. Типа я-то сразу Мику был заприметил Женю. А на них нельзя выходить с первого раза. Поэтому, мне кажется, в любом случае с Мику будет хорошая. Так, пойти с Алисой. Ну, здесь мы уже тоже ходили. Хотя, возможно, будут некоторые дополнительные сцены. Нет. Пока не очень. Их много. Так, кто-то куда-то упал, насколько я помню. Причём, все люди как люди, по сути, мы со всеми. И даже когда один идёшь, мы добирались нормально и адекватно туда. Но с Алисой почему-то нужно было, естественно, свалиться. Я не знаю, в чём её особенность. Так, налево. Чё-то тупит всё, что только может тупить. Ну, мышка. Чё за бред? Мне просто мышка в бесконечном лете, курсор, стал двигаться в разы медленнее, чем он вообще двигается. И поэтому вот сейчас он где-то был здесь и остановился. А курсор вылетел за пределы уже бесконечного лета. Так, я в окне играю. Чё-то бред какой-то творится. Вроде ничего сверхъестественного не происходит. Ну, или мышка просто реально кончена. Никогда не покупайте такую мышку. Там чё-то типа GT 9700 от Свена. Я чё-то жалею совершенно об этом выборе. Но, возможно, завтра у меня появится другая мышка. Причём абсолютно бесплатно. Так, за очередным поворотом, понятно, ничего. Ну, вот Шурик. Причём у Алисы рожа была страшнее, чем у Шурика сейчас. Так что от неё, мне кажется, гораздо больше было шансов получить арматурины, чем от него. Ну, зато, кстати, вот мы попали туда по-идиотскому с Алисой. Она упала куда-то. Зато, по-моему, с ней единственное, нормально, адекватно возвращаемся обратно. Потому что со всеми остальными там какие-то скрытые ходы находятся быстрые. Так, что мы, где мы вообще? Выборы на карте не важны. А, это мы... Чё? Чё тут было? Я ничего не понимаю. Согласиться отказаться, не знаю. Что ты там предлагаешь? Ну, мы с тобой чуть попозже разберёмся. Такс. Поехали за клубникой. Со Славей лучше пойдём, на всякий случай. Чайка пока можно попить. Блин, причём я на самом деле не очень знаю, насколько, типа, отличается серьёзно прохождение на концовке Мику и этой Юли. Потому что, возможно, там тоже придётся много скипать. И мы их тоже за одну трансляцию пройдём. Просто, ну, там появятся какие-то вообще супер-супер-присупер новые сцены, которые, в любом случае, невозможны с другими девочками. Я не знаю, насколько их количество большое. Так что, в принципе, вполне вероятно, что мы вот за эту ещё две трансляции справимся с бесконечным летом. И в декабрь уже войдём с распростёртыми, так сказать, объятиями. Так. Я так понимаю, что вот это нам нужно выбрать. Сейчас уже закончится этот супер-скип. Потому что, хотя, чёрт его знает, вот с Леной, в принципе, очень сильно отличались хорошие и плохие концовки. Там уже с шестого дня была куча нового текста. Или нет, может, я ошибаюсь, и в седьмом дне была только куча нового текста. Так. Попытаться, о чём спорят они. Ну, так как, в принципе, здесь у них много общего сюжета у Лены и Алисы, то это тоже всё проскипывается, конечно же. Плачь, слёзы, улыбки. Приплыли, уплыли. Ой, так. Глаза какого-то демона. День шестой. Нет, пока вот день шестой начался. Так же самое, как и на плохой её концовке. И всё ещё, всё проскипывается. Так. Я, чё-то, ожидал побольше текста, но... Ой, вспоминая, какой он был не очень крутой у Лены, с ихними просто супердиалогами, мне кажется, с Алисой будет нечто подобное. Потому что это два сапога пара. Чё-то она тоже прорыдать уже успела. Чё, так вообще было ощущение, что Славя решила побоксировать с нами. Чё? Чё, чё так всё быстро? Никакого нового текста сейчас не будет, прикиньте. То есть единственное отличие, возможно, Алисы плохой и хорошей концовки, это то, что будет уже после того, как идиот проснётся. Потому что, ну вообще, вообще, всё слово в слово. Вот, наконец-то, наконец-то уже мы дошли до остановочки. Жесть какая, реально, вот, я что-то... Ну, хотя это, наверное, и хорошо, значит, быстрее справимся. Просто не так уж это круто и зрелищно. Я бы не была так уверена в чём. А я вот уверен, позволь мне решать за себя. Да? С каких это пор ты такими глупостями занимаешься? Уже как... Я вдруг вспомнил о своём нынешнем возрасте. 17 лет. В каком месте упоротый арт? До того, что было? Или именно эта картинка упорота? Похвально. Правда, я ничего подобного не заметила. А что ты должна была заметить? Что ты можешь сказать что-то определённо. Тут она была, конечно, права. А, это Семён, типа, решил рассказать Алисе, что я не из этого мира. Меня всегда телепортировали какие-то пришельцы, и полнейшая жесть. И что же ты хочешь услышать? Ты знаешь. Кажется, эта игра в намёке могла бы продолжаться вечно. Если ты хочешь знать, как я к тебе отношусь, то скажу честно. Я сам не знаю. Что и требовалось доказать. Алиса отвернулась. Ну, а что я могу поделать, если это правда? А что я могу поделать? Я же от тебя ничего и не прошу. Да? Ты уверен? Уверен. Не сразу ответил я. А чем ты занимался в лагере все эти семь дней тогда? И чем же? Не просил ли? Чего я просил? С какой стати? Ты можешь говорить так, чтобы тебя люди... Ты можешь говорить так, чтобы тебя люди понимали? Телепаты в отпуске. О, шуточки пошли, телепаты. Если бы хотел, всё бы понял. Я не могу понять, если мне не объяснят. Да кто бы сомневался. Ладно. Это пустой разговор. Я же говорил, что будет такие же самые породные диалоги, как и с Леной. Серьёзно. Ничего адекватного. Она встала и пошла по направлению к дороге. По-моему, вообще ничем не отличается от плохой концовки пока. Нет уж. Я настолько вышел из себя, что вскочил и в пару прыжков догнал её, схватил за руку и дёрнул на себя. Ничего себе. Так, ладно, что-то новое. Но рассчитать силу не получилось. Поэтому мы повалились на землю так, что Алиса оказалась снизу, а я сверху. Что, вчера не хватило? Ещё хочешь? Её лицо горело, а глаза сверкали. Я сильно смутился. Отпустил руки девочки, но вставать сразу не стал. Ой, сейчас бы прав вставать, опять пошутить в очередной раз. Я просто хочу понять, в чём я неправ. Да почему ты считаешь, что вечно неправ? Потому что ты так считаешь. И кто тебе это сказал? Я не говорила. Но это же видно. Тебе всё видно. Видишь, делаешь выводы. Не вмешиваться, отсидеться в сторонке, промолчать. Я делаю выводы. Основываясь на логике. Не уверен на самом деле. А ты уверен, что логика твоя правильная? На это я не знал, что ответить. Некоторое время мы просто лежали. Я совершенно был сбит с толку. А Алиса, похоже, не хотела продолжать наш разговор. Наконец, она толкнула меня и встала. Почему ты сейчас здесь? Со мной? Потому что все уехали из лагеря, а мы остались. Я не про это. Ну, потому что ты мне нравишься. В конце концов, я решился на прямой ответ. А ты уверен? Смотри, как она сразу оживилась. А ты уверен? Действительно? М-м-м. А что же, Лена? Ведь она всегда рядом была. Может, с ней просто сложнее? А я что? Со мной все просто. Раз и в койку. Ну да, а по спине как постоянно долбила. Потом пришлось еще в Хардстоун выигрывать чемпионат. Я бы не сказал, что с ней все так уж просто. О, на чем-то мы с Семеном сошлись наконец-то. Не приписывай мне того, чего я не говорил. Да ты вообще ничего не говоришь. Тебе и приписывать-то нечего. Зато вот думаешь, за десятерых. Тут она, конечно же, была права. И не думал я ничего такого. Получается, мне вот так просто стоит во все это поверить? Можешь не верить. Я тебя не заставляю. Но это правда. Поэтому и придумывать ничего я не собираюсь. Слова принято доказывать действиями. И каких же действий она от меня ждет? Ну, можно еще раз. С глупой улыбкой произнес я. Непонятно, откуда у меня в такой ситуации возникли мысли о шуточках. Да еще и о таких. Шуточки. Давайте себе посмеемся. Шуточки. Конечно, валяй. Че? Сказала Алиса совершенно спокойным тоном, подошла к костру и начала раздеваться. Я вскочил, подбежал к ней и схватил за руку. Ты что? Подожди, я совсем не это имел в виду. Да нет, что такого-то. Я же только за этим и нужна. Да нет же, ты все совсем не так поняла. А как не надо понимать? Она вырвала руку и зарыдала. Я лег рядом с ней, обнял и начал гулять. Гладить по голове. Ну все, все. Успокойся. Отстань от меня. Сквозь слезы сказала она, но освободиться не попыталась. Понимаешь, у меня до этого лагеря была сложная жизнь. Как будто бы сейчас простая. Я просто не привык. Не знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Я уже давно один. Нет друзей. Нет любимого человека. Просто забыл, что такое чувство. Что такое любить. Для меня это все тяжело. Гораздо легче не впутываться во все это. Гораздо привычнее, наконец. И тут вот так. Как снег на голову. Это не значит, что я эгоистичная скотина. Хотя, наверное, так и есть. Просто я не могу вот так сразу... Алиса ничего не отвечала и продолжала рыдать. Но одно я знаю точно. Про Лену это все неправда. Она мне максимум друг. Не более. И никогда я на нее в таком свете не смотрел. Ну да, глядываясь на наши прошлые две концовки. А от тебя мне нужно не только то, что ты думаешь. Просто я не знаю, как тебе сказать то, что ты ждешь. Это же накладывает обязательства. Понимаешь, я сейчас в такой ситуации, что не знаю, что со мной будет через час. А тут... Похоже, Алиса либо совершенно меня не слушала, либо ее мало волновали мои оправдания. Что же. Я могу гордиться собой. Довел девочку до слез. Да какую. Алису, которая с первого взгляда казалась человеком совершенно чуждым, каким бы то ни было любовным переживанием. Понимаешь, я не могу принимать такое решение за нас обоих. Я про себя могу сказать, что готов быть с тобой. Поддерживать тебя, защищать. Но ты... Зачем я тебе? У меня ничего нет с душой. Я сам не знаю, что мне нужно в жизни. Да и помимо этого, сейчас я есть. А завтра меня здесь уже может и не быть. Алиса на секунду перестала рыдать. Ты разве не понимаешь, что я давно уже приняла это решение? Тогда... Она подняла на меня заплаканные глаза. Кажется, на секунду я увидел в них счастье. Алиса обняла меня и нежно поцеловала. Это был самый лучший поцелуй в моей жизни. Нет, он не был таким страстным, как вчера ночью. Но в нем было столько нежности, доверия, любви, что я просто растворился в ней. В ее губах, в ее объятиях. Я забыл обо всем. О лагере, о своем прошлом, о сомнениях, терзавших меня еще секунду назад. Все, что мне было нужно, это она. Сейчас. И всегда. И автобус. Наверное, этот поцелуй мог бы продолжаться в вечность, но вдруг, где-то рядом, оказалось бы глубоко в мозгу, прозвучал гудок. Я обернулся в сторону дороги и увидел автобус. Старый лиазик, похоже, рейсовый. Некоторое время мы просто лежали, обнявшись и смотрели на него. Вскоре из автобуса вышел водитель и прокричал нам. Эй, голубки! Последний автобус до райцентра! Едете? Пошли? Весело сказала Алиса. Мы вскочили, я схватил весь мешок, взял Алису за руку и побежал в сторону автобуса. Через несколько секунд мы уже устроились на заднем сидении. Водитель что-то кричал нам из кабины, но я его не слушал. Вот он, спасительный корабль в новую жизнь. Я посмотрел на Алису, мне так хотелось ей что-то сказать, продолжить разговор у костра. Она уже мирно спала, положив голову мне на плечо. Будить ее я не стал. Зачем? У нас ведь еще столько времени впереди. В салоне, кроме нас, никого не было. Автобус быстро несся вперед, оставляя позади не только мою прошлую жизнь, но и неделю, проведенную в пионерлагере Савенок. За эти семь дней со мной произошло больше, чем за все годы в реальном мире. А столько всего еще ждет в будущем. Обычный деревенский пейзаж за окном меня интересовал мало. Я просто смотрел на мирно спящую Алису. На сердце было тепло и спокойно. Наконец-то голова не трещала от мыслей. И наконец-то троеточие появилось. Однако счастье материя хрупкая. Разрушить его может многое. Например, время. Чем дольше ты счастлив, тем обыденнее становится это состояние. Эмоции притупляются, возникают новые проблемы и заботы. И вообще бессмысленные фразы, которые здесь ни к чему возникают опять-таки. Мне было хорошо, но накопившаяся усталость не дала по-настоящему насладиться моментом. Я заснул. Ну, сейчас начнется стандартная история. Про то, что он просыпается у себя в комнате, а там ни черта нет. День троеточие. Ух, в который раз я уже радуюсь его появлению. Похоже, староват я стал. Уже прошел день, и похмелье должно было остаться в прошлом, но меня все равно мутила и кружилась голова. Я не смог открыть глаза, как не старался, лишь перевернулся на другой бок. Интересно, что будет, когда мы приедем в райцентр? Как дальше строить жизнь? Может быть, не все так уж страшно? Да, конечно, я не знаю, с чего начать, но, с другой стороны, этот мир не кажется враждебным. Многое здесь мне знакомо, говорят все по-русски. Так что, наверное, ничего страшного не случится. Я испытал резкий приступ тошноты. Черт возьми, ведь вчера к вечеру вроде отпустило. Инстинктивно, нащупывая дорогу по стенам, мне удалось добраться до туалета. Спустя некоторое время, завершив свои грязные дела, я вернулся в комнату. И тут пришло осознание. И я вновь в своей старой квартире! Впрочем, почему старой? Казалось, что ничего не изменилось за неделю моего отсутствия. Даже пыли вроде бы не прибавилось. Болезненной резью на сетчатке отозвалось положение клавиатуры, угол наклона монитора и пятно от чашки с чаем на столе. По идее, такие мелочи человек в моем состоянии просто не должен замечать. Однако, вся комната словно мигала разными цветами, привлекая внимание к самым незначительным деталям. Носки разбросаны ровно в том порядке, в каком и были. Незаправленная кровать топорщится одеялом, как и раньше. Грязное окно, словно треснутый кинескоп, передает все те же изображения улицы. Я тщетно пытался прийти в ужас или хотя бы испугаться. Может быть, это эффект шока, посттравматический синдром или что-то подобное. В конце концов, несколько часов назад я и думать забыл о том, чтобы вернуться в реальный мир. Реальным мне начал казаться пионерлагерь, девочки, Алиса, мифический райцентр, где я бы обязательно очутился, не проснись, в своей квартире. Возможно, мое фантастическое попадание в совенок всего лишь сон? Многие сами по себе начали наматывать круги по комнате. Я заложил руки за спину и принялся обдумывать произошедшее. Ясно только одно, я вернулся назад точно так же внезапно, как и попал туда. Совершенно без причины, без участия какой-либо логической составляющей. Возможно, какое-то объяснение всему произошедшему и было, но оно выходило за рамки моего или вообще человеческого понимания. Проделки ли это внеземных цивилизаций, высшей силы или правительственные эксперименты в последнее верилось меньше всего. Они не оставили мне ни единой зацепки. Если я не смог найти ответы в лагере, то рассчитывать, что что-то прояснится тут, более чем глупо. Блин, что-то я, по-моему, уже далеко не в первый раз читаю эти его мысли и попытки сложить 2 плюс 2, но с этой вот его фразой, мне кажется, согласиться не так уж и просто, потому что если бы, допустим, в теории, в вакууме, тебя бы взяли и отправили хрен знает куда, чтобы посмотреть на твое там поведение, то, мне кажется, наоборот, там бы, скорее всего, никаких ответов ты бы не нашел. А как-то выйдя за пределы и посмотрев на это все со стороны, возможно, какие-то пробелы можно было бы заполнить. Ну, что-то я, по-моему, начал похлеще Семена рассуждать об этих вещах. Это как искать улики в сгоревшем дотла доме. Если даже там и было совершено преступление, то все доказательства уничтожил огонь. Возможно, обладая я навыками и оборудованием криминалистов, смог бы что-нибудь раскопать, но... Все, что имелось у меня на руках, это воспоминания о неделе, проведенной в лагере. Одно я знал точно, все это мне не привиделось. Похмелье было совершенно реальным, все мои чувства и эмоции настоящими, а не сотканными из лоскутов сна. А значит, я там был. Действительно провел неделю в пионер-лагере Савенок вместе с вожатой, пионерами, вместе с Алисой. От воспоминаний о ней у меня вырвался невольный вздох. Все же было бы неплохо уехать с ней. Хотя стоп. Что это я? Надо радоваться, что вернулся наконец домой. В реальный мир. Или не надо? Сейчас я просто не мог здраво оценивать ситуацию. Не мог понять, что мне хотелось больше. Остаться там или наслаждаться долгожданным возвращением. Я заметил на столе монетку в 5 рублей. Взял ее и начал бесцельно подкидывать, считая количество выпаданий Орла и Решки. Когда-то давно, может быть еще в школе, я слышал, что при бесконечном большом числе повторений эксперимента вероятности не равны 50 на 50%. Возможно из-за того, что монета не может обладать идеальной формой и весом, возможно по каким-то другим причинам. Блин, это я точно читал 100 пудов. Почему-то не скипается. Однако спустя какое-то время я насчитал 70 Орлов и 71 Решку. Получается, что теория вероятности нас обманывает. Да теория вероятности как раз не обманывает ни черта. Да ты дурак какой-то. Хотя не мне об этом судить, я же в ней совсем не разбираюсь. Мне вспомнилось детство, первый раз, когда я услышал слово Решка. Тогда мне почему-то казалось, что оно обозначает Белка. Если вдуматься, то в этом есть определенная логика. С одной стороны монеты мы видим Орла, с другой Белку, оба животные. Чё? Сейчас такая теория представлялась мне странной, но в то же время каких-то неопровержимых доказательств ее несостоятельности я придумать не мог. Получается, что Белка выпадает чаще, чем Орел. Что ты несешь? Естественно, если ты, блин, кинул нечетное количество раз, то одна сторона на один раз больше там будет, ну, хотя бы, как минимум. Чё он несет? Бред, реально, собачий. Если учесть, что монету подкидывают, то в 100 случаях из 100 Орел должен съесть Белку. Что он несет? Я схватился за волосы и бессиленно вздохнул. Сейчас не время думать о подобных глупостях. С другой стороны, а для чего сейчас время? Что я могу сделать? Что находится в моей власти? Если за неделю я ни на йоту не приблизился к разгадке всего произошедшего со мной, что уж теперь думать? Наверное, стоит просто потихоньку возвращаться к привычной жизни. Слова «привычная» и «жизнь» больно стрельнули у меня в мозгу. Почему я выбрал именно такой эпитет? Ведь можно было сказать «прошлое», «старое» или еще как. Наверное, потому что я к ней привык, был самый очевидный ответ. Нет. Привычка, как говорят, вторая натура. В мгновение ока все события последней недели промелькнули у меня перед глазами. Неужели я правда не хотел уезжать из того пионерлагеря? Неужели я за столь короткий срок успел привыкнуть к необоснованным придиркам Ольги Дмитриевны, выходкам Ульянки, наглости Алисы? Ответа на этот вопрос не было. Очевидно лишь одно, я уже начинаю скучать по всему этому. И ведь наверняка мне уже не суждено вернуться обратно. Конечно, знать точно невозможно. Вдруг та сила, что забросила меня туда, захочет еще раз поразвлечься. А потом еще и еще. Такой вариант развития событий тоже исключать нельзя. На данный момент я имею то, что имею. Приключение, которое запомнится мне на всю жизнь. Да черт возьми, много кому еще доводилось испытать подобное. Про такое в книгах не пишут, и во сне не снится. Да, только игры делают, про такую кучу текста ненужного. Самое главное, что это не был зловещий остров доктора Моро, а самый заштатный советский пионерлагерь с самыми обычными пионерами. И на всю эту обыденность накладывается вся фантастичность моего туда попадания. Нет, в любом случае это не самый плохой этап моей жизни. А может быть и один из лучших. Конечно, грустно, что все оборвалось на полусловия, но любая сказка имеет свойство кончаться. Хорошо еще, что так. Кто знает, что могло бы произойти. Троеточие, могло бы произойти уже давно. 20 кликов как минимум тому назад. Время шло, события, произошедшие в лагере, становились все больше похожи на прочитанный когда-то увлекательный роман. Нет, я ни в коем случае не забывал о них. При желании мог вспомнить все в мельчайших подробностях. Помню, как в детстве забирался под одеяло с фонарем, чтобы до рассвета читать захватывающую книгу о космических полетах. Бывало, что утром я не мог встать в школу, из-за чего постоянно ругались родители. Но с приближением ночи я аккуратно переворачивал страницу за страницей, стараясь не упустить ни единой детали. Примерно такие же ощущения у меня остались и от пионерлагеря. Реальность, если считать все произошедшее таковой, стала больше похожа на книг. Я совсем не считал, что это плохо. В конце концов, главное помнить, а в каком виде останутся эти воспоминания, на диафильмах, фотографиях, видео или аудио, уже не столь важно. Трое тучи. Теперь каждый автобус вызывал у меня смешанное чувство страха и надежды. Первое время я бесцельно наматывал круги по 410 маршруту, несколько раз засыпал на том же сидении, что и тогда. Однако ничего не происходило, не было даже никаких намеков на что-то сверхъестественное. Со временем я прекратил эти бесцельные поездки. Ну, трое тучи не прекратил. Что-то в моей жизни изменилось, просто не могло не измениться. Спустя пару недель после возвращения из лагеря, я взял в руки гитару, одиноко пылившуюся в углу. Вообще не меняется ни фраза, ничего не меняется, почему это не скипается. Вот у Лены абсолютно разные финалы, например. Про Славию уже не помню, там тоже много чего похожего было, но... Ударив несколько раз по струнам, я вспомнил Алису. Ее образ для меня был неразрывно связан именно с этим музыкальным инструментом. Поначалу выходило не очень. Возможно, у меня просто не было способности к музыке. Я начал читать самоучители, смотреть видеоуроки. С другой стороны, все время и усилия, потраченные на гитару, не были мне в тягость, как раньше. Я просто зажимал аккорды и дергал струны, постепенно совершенствуя свое мастерство. Просто я вижу, что и вы там в чатике уснули, там кто-то появлялся, четвертый зритель, но исчезал периодически. Как и в любом виде деятельности в музыке, старания дают результат. Примерно через полгода я понял, что-то начало получаться. По крайней мере, я мог без запинки сыграть партии из любимых песен. Довольный собой, я разместил пару объявлений на музыкальных форумах с целью создать собственную группу. У меня все еще не было ориентира, что играть. Вкусы расходились от чего-то совсем тяжелого до саундтреков из аниме. В первый момент мне показалось, что это невыполнимая задача. Придется же общаться с незнакомыми людьми, а что если мы не сойдемся характерами, да и вообще, как объяснить другому человеку, какую именно музыку ты хочешь делать. Однако все вышло гораздо проще. Потенциальные кандидаты оказались не такими страшными, как я думал. Наши вкусы в большинстве своем совпадали. В конце концов, у нас у всех была одна цель. Поэтому вопросы непонимания решались сами собой. И вскоре команда была собрана. Неожиданно я открыл в себе талант композитора. Просиживая ночь напролет за нотным редактором и... Секвенсорами. Что это такое? Я не знаю. Я сочинял довольно неплохие вещи, хотя я уверен, что когда мы проходили на плохую концовку Алисы, я тоже офигевал от этого слова. И мне кто-то в чате даже написал бы, что это значит, но я уже забыл. Хотя бы по мнению остальных участников группы и немногочисленных знакомых, которым я давал слушать свои песни. Достаточно быстро состоялся и первый концерт. Заштатный клуб в подвале, площадью ненамного больше моей комнаты, три с половиной популярных зрителя, полупьяных популярных, ужасный мандраж и технические огрехи. Все это меня волновало мало, потому что я был счастлив. Ведь это всего лишь первый шажок к будущему успеху. Однако прошло еще много времени, прежде чем нас пригласили выступать во второй раз. Вот именно, вот именно, Веря. Просиживая, я все это слово в слово читал в плохой концовке Алисы. Какого черта? Здесь нет ни одного слова, я уверен в этом. Все это я считал, но она не скипается. Я могу просто проскипать, но потом, когда мы дойдем реально до нового какого-то контента, я уж надеюсь, что хоть чем-то-то отличается плохая и хорошая концовка. Хоть как-то, ну, очевидно должно быть изменение. Бред какой-то. Ой. Так, на чем я там остановился? С грехом пополам мы записали три трека и выложили их в интернет. Комментарии были далеки от восторженных, но я не сильно переживал, так как понимал, что это только начало. Возможно, кому-то наша музыка оказалась просто детской шалостью или затянувшейся идеей фикс, но для меня все это было серьезно. В конце концов, группу собрал я, весь музыкальный материал тоже мой. И куча текста тоже твоя, ненужная. Я чувствовал личную ответственность за судьбу своего детища. Каждую свободную минуту я проводил за совершенствованием техники игры, и уже через год мог с уверенностью сказать, что гитарист из меня вышел не самый плохой. Следом пришла и какая-никакая популярность. Концерты мы давали почти еженедельно и начали получать первые гонорары. Пусть и по 500 рублей на человека, дело не в сумме, а в самом факте того, что наше творчество кому-то нужно, что за него готовы платить, даже учитывая то, что мы шли всего лишь в довеском к более известным группам. Троеточие. Я сидел перед монитором, мучая гитару. На календаре, висевшем на рабочем столе компьютера, толстым красным кружком была введена дата предстоящего концерта. От мыслей об этом у меня мурашки побежали по коже. Первый концерт, где мы будем хедлайнерами, а также презентация альбома. Интересно, сколько дисков купят? Конечно, понятно, что эра CD уже прошла, но ведь остались еще ценители. А кто-то, возможно, купит просто, чтобы поддержать группу. Я еще раз посмотрел на дату. Да, прошел ровно год с того момента, как я вернулся из Савенка. В потемневшем экране монитора отразилась моя улыбка. Интересно, если бы Алиса существовала в этом мире, она бы оценила мою музыку? Да вряд ли. Ей больше нравилась классика советского рока. Впрочем, кто знает. Я сыграл несколько довольно сложных пассажей и с удовлетворением отметил, что звук моей гитары положительно далек от лязга Урала, а звукоизвлечение на порядок превосходит технику гитаристов той эпохи. Интересно, достиг бы я этого... Достиг бы я того, чего достиг без помощи тех фантастических событий? Вряд ли. И тут, в общем-то, нет ничего странного. Многие люди, находясь одной ногой в могиле, переосмысливают свою жизнь. Конечно, ничего страшного со мной вроде бы тогда не происходило, но моральный шок можно сравнить со смертельной опасностью. Я еще раз повторил все свои партии, убрал гитару в чехол, собрал все примочки и направился к выходу. Вот, вот этот значок, блин, на картах там был. Что это? Не книжка? Что там? Желтое, зеленое. Ничего. С двумя анимешными девочками. Походу, одинаковыми. Просто отзеркальными. Вообще не понимаю, что значит этот знак. Хотя, ну, насколько я помню, тут куча всяких пасхалок и отсылок. Тоже самое Генда и там еще какие-то анимешные вещи. В которых я не очень разбираюсь. Видимо, это тоже похожая отсылка на что-то подобное. На улице было холодно, как и тогда. Я медленно приближался к остановке 410 автобуса. Какое интересное совпадение. Сейчас в клуб мне предстоит ехать именно на нем. С замиранием сердца я отсчитывал секунды. Вскоре автобус подъехал, лениво распахнул двери и поглотил в себя немногочисленных пассажиров. Такая же зимняя ночь, как и тогда. За окном пролетали машины, своими огнями поджигая засыпающий город. Чем ближе к центру, тем людей на улицах становилось больше. Некоторые весело болтали друг с другом, некоторые пялились на шикарные витрины бутиков, некоторые куда-то спешили, не обращая внимания ни на что. Я подумал, что именно сегодня точно не хочу возвращаться в тот пионерлагерь. Когда угодно, но не сейчас. Надо отыграть концерт, а потом пусть все хоть в тартары проваливается. У меня была четкая цель, остальное не волновало совершенно. Трэйт точь. Так, возможно тут какой-то новый материал появится. Клуб не в пример больше того, где мы давали первый концерт, был еще пуст. Идет саундчек. Мне мучительно не хватает барабанов, мониторы, о чем я пытаюсь сообщить звукорежиссеру. Отстроив звук, расставив примочки и разложив сет, листы, а сет-листы, блин, что показал штаб, твоеточие, сет-листы, я уже, кажется, готов начинать. Однако сегодня особенный день. Разогреваем не мы, разогревают нас. А это значит, что по расписанию наш выход последний. Прослушав первую команду, я отметил, что им еще расти и расти. С другой стороны, мы сами совсем недавно были такими же, как они. С приближением времени нашего выступления, мое волнение стало нарастать экспоненциально. Да что там, меня буквально колотило от напряжения. Я решил не слушать оставшиеся группы и спокойно посидеть в гримерке. Судя по лицам моих товарищей, они пребывали примерно в таком же настроении. Мы молчали. Собственно, и говорить было особо не о чем. Да я вижу, что тебе говорить особо не о чем, блин, столько бреда. Партии давно выучены и доведены до автоматизма. Нам может помешать только волнение, но ведь уже какой-то опыт имеется, так что все должно пройти как надо. По крайней мере, так я пытался утешить себя. Троеточие. И вот, наконец время пришло. Я не помню, как мы выходили на сцену и приветствовали зал. Сознание включилось на моменте, когда из порталов послышались первые аккорды нашей первой песни. Из темных порталов, когда повалили орки. Вот тогда все стало ясно. Сидя в гримерке, я мучительно пытался согреть заледеневшие пальцы, но теперь, словно по мгновению волшебной палочки, они бегали по струнам с сумасшедшей скоростью, не промахиваясь ни на миллиметр. В голове проликнула мысль, и почему я еще не сбился нигде? Когда я играл все эти партии дома или на репетициях, о подобном даже задумываться не приходилось. Все казалось само собой разумеющимся. Но теперь, перед толпой зрителей, я чувствовал себя совсем по-другому. Где-то глубоко в мозгу сидела мысль, что вот сейчас палец соскочит, и... Слава богу, что она не мешала играть. Наше выступление подходило к концу, и настало время сложного соло, на изучение которого я потратил столько времени. К тому моменту все волнение куда-то исчезло. Я сыграл его идеально, даже лучше, чем на репетиции. Еееее! Наконец наше выступление было закончено, и зал взорвался аплодисментами. Я смущенно, или мне просто так казалось, улыбнулся и вместе с остальными несколько раз поклонился публике. Нам кричали «БИС!» Да я бы и сам с удовольствием сыграл что-нибудь еще, но наша программа была исчерпана целиком. В конце концов, мы только начинающая группа. Троеточие. Так, ну и что? Это все было... Что открыл опять плохую концовку Алисы, что ли? Что за бред? Реально вообще ни одной фразы я не вижу. Новый. В гримерке царила полнейшая эйфория. Мы поздравили друг друга, обнимались, слышались звуки стреляющих пробок. Все диски были проданы, и это еще больше усиливало мою радость. В конце концов, и у меня что-то получилось. Нельзя сказать точно, что будет дальше с нашей группой. Что вообще выйдет из моей затеи с музыкой. Но ясно одно. Я нашел что-то, чем мне действительно интересно заниматься в жизни. Что-то, чему я готов отдавать все свое время без остатка. И как выяснилось, это что-то может приносить радость не только мне, но и кому-то еще. И отчаяние, и боль еще кому-то. Тоже. Наверное, сейчас я был самым счастливым человеком на земле. По крайней мере, это точно лучший момент в моей жизни. Троеточие. Клуб пуст. Инструменты упакованы, дождаться остальных и домой. Так. А вот это... Вот это поворот! Эй! Я обернулся и увидел девушку, стоящую рядом. То он ее был не слишком вежлив, но в то же время в нем не ощущалась враждебность. Ну, скажи спасибо, что по спиняке не огрела сразу. А круто играете! Спасибо. Темнота клуба мешала разгреть ее лицо. Ты еще дурной. Вот ее лицо. Смотри сюда. Ты куда смотришь? Нет. Ну, ладно, окей. Ему в глаза, конечно, светит там прожектор какой-то. Ну, ладно. Темнота клуба мешала разглядеть ее лицо, но я был точно уверен, что оно мне до боли знакомо. А ты... Я сделал шаг вперед. Точно! Передо мной стояла Алиса. На некоторое время я потерял дар речи. Что я? Да, ничего. Просто подумал, что видел тебя где-то. Я не стал набрасываться на нее и с расспросами о пионерлагере. В конце концов, возможно, эта девушка просто похожа на нее. Или еще что. В любом случае, было очевидно, что она меня видит впервые. Или хотя бы делает вид. Ну, вообще, да, она прищурилась. Меня Семен зовут? Натянув искусственную улыбку, я подал ей руку. Да я в курсе, вообще-то. Откуда? В интернете читала. Да, точно. А тебя как? Алиса. Несколько смущенно ответила она. Значит, я был прав. Впрочем, прав в чем? Скажи, а ты в детстве была в пионерлагерях? Нет. А почему спрашиваешь? Да так, просто кажется, что встречал тебя где-то там. Как ты мог меня там встречать, когда я там не была? Она рассмеялась. Да, вы все музыканты какие-то странные. Не без этого. Ну, ладно. Я просто хотел сказать, что музыка у вас ничего так. Алиса собралась уходить. Я почувствовал, что должен что-то сделать, что-то сказать. Придешь на следующий концерт? А когда он? Честно говоря, я и сам не знал, когда. Скоро? Приду, наверное. Ты мне напиши. Да, конечно. Мы обменялись контактами. Тогда еще увидимся. Ничего себе, пикап-мастер просто. Она помахала мне рукой и вышла из зала. Конечно. Я не мог точно сказать, была ли это та же Алиса, что и в лагере. Сколь угодно, большое количество теории разбивалось о полное отсутствии фактов. Однако, в ту минуту меня это волновало меньше всего. Я был переполнен эмоциями от концерта и от встречи с Алисой. В конце концов, никто не мешает мне позвонить, а там уже и выясним. Я улыбнулся, взвалил гитару на плечо и вместе с товарищами направился на остановку 410-го автобуса. Долгий черный экран и ачивка. Гуру пикапа. Я же говорил, реально просто мастер. У каждой истории есть начало и конец. И все можно проскипать. Ну, честно говоря, я, конечно, буревал от концовок Лены хорошей и плохой, что там такие адовые диалоги просто бессмысленные. Но там хотя бы есть явные отличия и смысл в хорошей и плохой концовке. Но все, все, что добавила хорошая концовка Алисы к плохой, это вот эту сценку где они встретились. В плохой все абсолютно до буквы то же самое, но без, без встречи. Он просто закончил концерт, все. Че за бред? Мне обещали, что когда я открою все концовки, я узнаю все тайны и весь смысл этого замысла. Что дает мне хорошая концовка Алисы? Ничего. Вот пока единственные концовки, которые хоть что-то объясняют, это концовки Семена, они объясняют какое-то внутреннее устройство этого мира. И хорошая концовка Лены. Она объясняет, что это типа реально была правда. Ну то есть там мир настоящий, он не ограничивается всеми днями, что там можно типа уехать и они там жили нормально. Но это какие-то немножко взаимоисключающие параграфы, мне кажется. И я надеюсь в каких-то других концовках узнать еще факты об этой фигне. Но вот хорошая концовка Алисы ни черта нам не дает. Но можно теперь спокойно поставить галочку. Она у нас пройдена. Ну все, что, полтора часа шла трансляция, когда мы получали хорошую концовку Алисы. Боюсь, что где-то столько же придется потратить и на хорошую концовку Ульяны. Так что Мику остается сегодня за бортом, пожалуй. Так, с чего загружаться? Видимо отсюда. Так, здесь нам не важно вроде бы. Так, где же наше прохождение? Черт, там Ульянка где-то светилась. Да, первый с ней вот. Попытаться отнять котлету. Поехали. Че? А, это мой дебильный двойной клик на мышке. Все нормально, все хорошо. Опять, конечно, придется целую кучу проскипывать. Ну, ничего, это последняя концовка из всех основных, так сказать, концовок. Дальше будет поинтереснее. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Хотя, возможно, я просто уже настолько устал от этого всего, что здесь происходит, что мне могут не понравиться и те концовки тоже. Так, тут неважно. Кто там живой остался? Я так понимаю, Виря слушает, наверное, рисует или чем-то типичная Виря рисует под трансляцию, больше ничем не занимается в понятиях террола. только на каких-то редких трансляциях, типа по хронике последних дней, когда картинка нравится, она еще смотрит. Ну, я так понимаю, плей где-то там, хотя плей абсолютно не в восторге, по моим понятиям, от бесконечного лета. Тем более, от такой дичи, которая тут происходит сегодня. Я сам не в восторге, но это уже челлендж. Это уже серьезно. Так, что? Где мы вообще? Че за? А, это обход же стандартный. Че? Что это за свист был чайник? А я вообще не понимаю, что творится в этой игре. Реально жесть полнейшая. Нам кто-то еще грозился прийти шутить всю трансляцию, но счет, видимо, не судьба. просто я как бы привык, что в чатике хоть какая-то активность происходит, и поэтому что-то думаешь, что совсем бедово все идет, если там тишина и покой. Хотя, возможно, так и надо. мне кажется, я только что пропустил, был один важный выбор. Точнее, как пропустил, я его сделал неосознанно. Это точно, блин, влияние на прохождение? А то сейчас опять на лису выйду такими темпами. Так, спорить не будем, естественно. Мне интересно, а в любом случае придется... Ну, будет ли возможность выиграть? Нет, смотрите, можно теперь спокойно лису выигрывать, проигрывать. Неплохо. Так, пропустить турнир, проиграть Ульяне нам, насколько я понял, нужно. Да, Ульяну. А почему на сцену? Что за бред? Что не в футбол? На всякий случай сохранюсь. Что там? А, точно, на сцену там же сейчас будет с Ульяной тоже связана история. Наверх ногами потом на свалится. Твич говорит, что play все-таки у нас третий зритель. уже договорился с кем-то там. Так, тут сорян. так, здесь без разницы с Алисой мы уже тоже разобрались. Помочь Славе другим ребятам спортивному клубу. наверное, спортивному клубу, там же у нас Ульянка будет тусоваться. Да, тут футбол. Боже, какое счастье, что все это я уже читал. Сейчас не приходится потеть. помогаем. Блин, теперь стоит пункт выбора на карте не важны, а какие выборы, что-то я вообще не помню, что-то надо что-то выбирать. А, это сейчас типа страшная история в библиотеке с Ульянкой. Помним мы эти страшные истории. Одна страшнее другой просто. Потом еще Ульянка, которая мертвой хваткой цепляется во сне. А, точно, что мы типа будем идти Шурика искать и без разницы откуда начнем. Так, я даже не помню как часто куда я ходил, но по-моему результат все равно никогда не меняется, просто встречаются разные персонажи. Нет, стоп, я по-моему в прошлый раз ходил на стоянку и была эта сцена. Короче, что-то жесть какая-то. Я уже совсем потерялся. Ну, давай сходим с Мику. в любой непонятной ситуации нужно идти с Мику. Мне кажется, с Мику ничего страшного произойти не может в компании с ней. Так, просто так. Да, в столовой отравилась, естественно. Да, Мику очень близко на самом деле. Но я боюсь, что все будет не так просто. Сейчас мы скипаем просто день за днем, но... Так, не спрашивать. Хотя, если концовки Алисы, концовки Ульяны настолько же различны, как... Ох, что я начал заговариваться, нужно чайку попить. Что-то фиг его знать. Так. Не давать уголь. Сесть яблоко. Не съесть яблоко. Но пока такое ощущение, что я просто все эти выборы уже делал. На плохую концовку. Там, походу, после того, как начинается шестой день, я там просто ничего не делал. И там будет новый контент уже. А пока все по-старому. По-знакомому. Че? Какой терминатор? Ну, то есть, может, и был, но я уже не помню, это когда было. плохая концовка ульянки у нас была, блин, даже не знаю, когда. Давным-давно было. Кино? Кино ходить, смотреть, с терминатором? Что-то вроде такое было. В чулане там или типа того. вот я начал припоминать просто. Да, да, фильм был. Но мне кажется, фильм там всегда будет. Типа, просто отличаются там варианты событий. Мы уже очень близки, на самом деле, к терминаторам. А, нет, смотрите, с Ульяной тоже нормальное возвращение, а не через люк. Значит, только со Славей и с Леной. Взрывы. Вот тебе терминатор был. Экшон. Так, здесь какая-то пространная на самом деле теория. Карта, я так понимаю, что это карта. Кружки, потом отказаться. Если я все правильно понял, это эта карта. Идем в общие кружки. И где-то должны отказаться от чего-то. Вот, блин. Надо согласиться. Посмотреть, что будет, если согласиться. Как минимум. Ладно уж. Вот и отлично. Но ты учти. Да, 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 конечно. Перебила она меня. Жди здесь. С этими словами я вернулся в помещение кружков. Электроник что-то сосредоточенно мастерил. Чё? И именно эта катушка ей и нужна. А что это? Да блин, что-то какой-то тупой диалог получается. Кстати, а можно у тебя эту катушку позаимствовать? А зачем тебе? Ну, пожалуй, это стоило придумать заранее. Просто нужна. Так и нам без неё никак. Ну, ладно тогда. Не буду же выбивать у него с головой. Чё несу там силой. Тогда я пойду. Ко мне тут же поскочила Ульянка. Ну, ну, достал? Нет. Значит, сам виноват. сдалась тебе эта катушка вообще? Ну, за старания хвалю. Что? Удивился я. Алиса бы всё равно рассказала. Ульянка рассмеялась. Она на тебя очень злится. Надо думать. Пробурчала себе под нос. Ладно, бывай. Она помахала мне рукой и убежала. Что же, просто в очередной раз попал в идиотскую ситуацию, только и всего. Мне не привыкать. Голод внезапно вновь напомнила о себе. выкручили, какой-то бред. Возможно, там был какой-то смысл в этой ситуации, но из-за того, что у меня половину фраз проскипалась, вот тут почему-то фразы проскипались. а сделал сейчас. Я сохранился вместо того, чтобы загрузиться. Так, сейчас возможно я все запорол этим. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну, вроде шесть баллов я набрал. Вроде. Не уверен теперь. Зачем я сохранился? Нужно было загружаться. Мне казалось, я выбрал загрузку. Ай, блин. Черт. Нет, я не хочу с самого начала теперь скипать придется в случае чего. Ну, вроде шесть баллов будет сейчас. Ну, больше я баллов набрать не смогу, но вроде уже есть. библиотека. Я не понимаю, где сцены с поклонами виолы или это только в определенных концовках с определенными вариантами выбора они есть. Так, Мику. Ну, давайте быстрее уже. Фейл или не фейл? Запорол я себе прохождение или нет? этим дурацким сохранением. Ничего не делать вроде нам тут нужно. Так, пойти к Ульяне. Вечером я вовсе не думал об Ульяне. Ну, на самом деле думал. Вроде не запороли, потому что если бы запороли, ну, точнее, вы-то не запороли, а я спокойно. Так, тут это было быстро. Привидение. Отнесли Ульянку домой. Так, супер поцелуи. Пока тоже никаких особо изменений нет. Все, быстро скипать. Так что, да, возможно, еще на миг выйдем, что ли. То есть, я как бы не против. Это означает, что мы побыстрее разобрались бы со всем, но я просто думал, там, отдельно будет для Мику и Юли трансляция, и последняя трансляция, мы дойдем до официального дополнения, которое наполовину где-то прошли однажды. А все смешивать, ну, посмотрим. Сначала давай, Тэрол, получи эту концовку, а потом уже думай, гадай. Ну что, попытаться остановить словами. Эй, подожди! Что? Я уже... Я же тебя здесь убивать не собираюсь. Мои слова прозвучали как шутка, но Лиса вздрогнула. Кто рассказал вожатой о том, что Ульянка ко мне ночью приходила? Что это? Это все попытки остановить словами? А там, чем я ее останавливал до этого? что ли? Так, вот Терминатора смотрят уже. Ну, шестой день проскочил очень быстро. Отличий тоже никаких. Так, все это моя вина. Вас никто ни в чем не обвиняет. И все. Вот за эту фразу, реально, за эту фразу дают два балла к Ульянке. Реально, два балла дают. Что за дичь? Но изменений вообще никаких до сих пор. Не, я, конечно, как бы не уверен. Может быть, из-за того, что я там натупил и сделал тот выбор. А нет, вот есть отличия. Я уже подумал, что не набрали баллов для хорошей. Да мне и собирать-то особо нечего. Это действительно было правдой. Тогда поможешь мне? Ну, помогу, почему нет? Она начала вытаскивать из шкафов одежду и кидать ее на кровать. Ты бы аккуратнее, а то помнется все. Ничего, дома постираю. Футболки, юбки, шорты, платья, туфли, кроссовки, нижнее белье. Гора тряпок все высилось и высилось. Неужели ты все это одна довезла? Учитывая коллекцию Ульянки, это было сложно представить. Или комплектацию там было. Да, конечно. Она засмеялась. Помогай, давай. Мы начали запихивать одежду в большую сумку. Сначала я пытался все складывать ровно, но потом понял, что это бесполезно и стал просто трамбовать так, чтобы все влезло. Наконец, вещей на кровати больше не осталось, а сумка даже как-то застегнулась. Ну, вот и все. Да. Я посмотрел на часы. До отъезда оставалось еще минут сорок. Знаешь, весело здесь было. Ты о чем? Ну, последняя неделя веселая была. А, ну да, рассеянно сказал я. Ты так не считаешь? Почему? Потому что неискренне как-то. Ну, плясать от счастья, пожалуй, не готов. Да. А что тебе так не понравилось? Не мог же рассказать обо всем. Просто некоторые моменты были для меня, так скажем, неожиданными. Какой ты скучный, сказала Ульянка и отвернулась. Ну, а что ты от меня хочешь? Как будто потом нечего будет вспомнить. Да, воспоминание действительно останется навалом, улыбнулся я. Ну вот, и я прочту. Она внимательно посмотрела на меня. Я даже несколько смутился. Что еще? Обо мне. Будешь обо мне вспоминать? Буду, конечно. Обо всех буду. Обо всех. А тебе в первую очередь. Я демонстративно поднес руку к сердцу и вытянулся по стойке смирно. Так-то лучше. Хотя, что мне о ней вспоминать? Да, у нас было много приключений, но кто Ульянка для меня? Просто непоседливый ребенок из чужой реальности. Впрочем, так уж ли сильно меня сейчас волнует мое положение. С того момента, как я попал сюда, изменилось очень многое, и сейчас мне просто было интересно, что будет дальше. Конечно, неизвестность, не самая приятная перспектива, но, с другой стороны, она захватывает. Вернусь я в свой мир или нет, это от меня уже не зависит. Значит, остается одно, приспособиться к местным условиям жизни. Одно из этих условий сидело сейчас передо мной и широко улыбалось. Знаешь, ты не такая уж и глупая, как я сначала думал. Почему сразу глупая? Обиженно сказала она. Я шучу. Шутки у него. Ах, точно. Шутки. Ладно, уже пора, наверное. Пойдем, весело сказал Ульянка и показала на сумку. Ясно. Я взвалил ее пожитки на плечо. От их веса меня чуть пополам не согнуло. Благо, до остановки идти было каких-то пару сотен метров. Я закинул ее вещи в автобус, а затем быстро сбегал за своими нехитрыми пожитками. Через некоторое время пионеры были в сборе. Ну, а я-то о чем верю? Все на месте? Начала Ольга Дмитриевна. Сегодня вы покидаете наш лагерь и на прощание мне хотелось бы вам кое-что сказать. Она заметно нервничала и никак не могла подобрать нужные слова. Надеюсь, что время, проведенное здесь, вам запомнится на всю жизнь, что у вас останутся только приятные воспоминания о Савенке. Также я надеюсь, что здесь вы стали чуточку лучше, смогли чему-то научиться, познакомиться с новыми друзьями. В общем, возвращайтесь в следующем году. Вожатая отвернулась. Похоже, она пыталась держать слезы. Я не ожидал от нее такой эмоциональности, но со всем сказанным был полностью согласен. Короче, на этой сцене у Семена есть два варианта. Либо, когда плохая концовка, он говорит, что Оливия и Дмитрия нанесет какую-то чушь, либо, когда хорошая концовка, там, Слави или Ульяны, то, типа, полностью согласен. Ну, бред какой-то. Пожалуй, ее слова впервые не просто прошли у меня мимо ушей. Блин, я только сейчас заметил, какая-то там была улыбка странная у Алисы на той картинке. Через некоторое время все разместились в автобусе. Я сел на последнее сидение вместе с Ульянкой. На первом ряду расположились Славя и Женя, чуть ближе к нам Лена, Мику, Электроник и Шурик, которые разложили карты. А в двух рядах от нас одиноко развалилась на кресле Алиса. Ей не нашлось пары. Как-то неудобно по отношению к твоей соседке получилось. Ничего, ты же мне помог собраться и вещи донести. Я внимательно посмотрел на нее. Похоже, этот бесенок радикально изменил отношение ко мне. Теперь я для нее друг? Странное слово, которое уже давно потерял для меня всякий смысл. Не помню даже кого из своих знакомых, когда они у меня еще были, я мог так назвать. Может быть, еще в школе? А теперь кто-то меня считает другом. Впрочем, что все это значит для меня? Мне всегда было проще думать об абстрактных вещах, о далеких перспективах и глобальных материях, чем о простых будничных проблемах. Да, блин, по этому тексту все-таки видно. И ведь действительно, за все время, проведенное в этом лагере, я успел сдружиться с Ульянкой. Она разбудила во мне те чувства, о которых я давно забыл. Ведь именно это значит быть товарищами, друзьями. Я улыбнулся и нежно потрепал ее по голове. Это еще зачем? Она надула губки. Просто так. Извращенец. Женишься на мне, когда я вырасту? Обязательно. Ловлю на слове. Заметанно. Пойдем в карты играть с ними? А пойдем. Мы расселись вокруг чемодана, служившего столом. Вскоре к нам присоединилась и Алиса. Я много смеялся, шутил и просто находился в том состоянии, которое называется счастье. Блин, а я сейчас опять всматриваюсь в эти фоны, хотя мы видели миллиард тысяч раз. Вот эта дамочка, которая в центральном проходит, это Ольга Дмитриевна, что ли, или кто это такая? Или вообще этот арт не имеет ничего общего с персонажами, потому что я думал, что типа вот слева красная голова это Ульянка, справа вот это Мику, там, не знаю, Лена от нее правее. Вот это, хотя не знаю, про Женю кто похож непонятно, у всех у них тут торчит волосинка. Короче, походу это реально арт чисто с рандомными людьми, особенно если вычитать описание, которое нам сейчас здесь выдали, то они явно все сидят не так, даже не похожи ни капельку. Ну вот, вот да, я медленно, наверное, сам пришел к этому шокирующему выводу. Простое сиюминутное счастье. Сейчас компания пионеров, с которыми я успел сдружиться за эту короткую неделю, была для меня важнее, чем то, как я попал в этот мир, чем то, как отсюда выбраться. В конце концов, стоит ли мне вообще стремиться назад? Троеточие. Ну, кстати, вот это, по-моему, были новые сцены по сравнению с плохой концовкой Ульяны, там я этого не помню. То есть, уже отличия явные. Темнело. Игра была давно закончена, пионеры расселись по своим местам. Я не знал, сколько ехать до райцентра, но иногда казалось, что вечность. Из-за окон автобуса на меня смотрела лишь непроглядная тьма, словно обволакивающая весь мир, сжавшийся до размеров салона и карусы. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего. Я наслаждался моментом. Кажется, эта реальность действительно абсолютно нормально. И столь уж важно, как я сюда попал, если все складывается так замечательно. Я стал другим человеком, нашел новых друзей, и за прошлую минуту мы уже читаем вторую фразу, которая начинается со слов «И столь уж важно, как я сюда попал». О чем думаешь? О жизни. И как думается? Прекрасно. Ульянка тихонько рассмеялась. Возвращаться мне все равно некуда, так что я могу выбрать любую дорогу в жизни, какую захочу. Да, вскоре мы расстанемся, и я, скорее всего, не увижу уже никогда большинство из них, но мы навсегда останемся друзьями. Приятное тепло растеклось по всему телу. Я вновь почувствовал себя ребенком. Ульяна положила голову мне на плечо и быстро заснула. Трое точь. Бывает день трое точьи. Мне кажется, мы только с тобой виделись день трое точьи. И вот опять. Вот это да, давненько, да, такого не было. Ну как, на прошлой трансляции у нас было две концовки за одну, за один заход, так сказать. И теперь опять две концовки. А помните, как когда-то мы одну концовку за четыре трансляции не могли добить? Ох уж эта перемоточка. Кажется, я совсем и не спал. Такое часто бывает, только закрыл глаза и отключился, как стрелки часов сами собой делают несколько оборотов. И вот уже утро сознание возвращается, а ощущение такое, что только и успел что моргнуть. Зевая, я чуть не сломал челюсть и от боли вскочил с кровати. Что-то было не так. Да почему что-то? Все было не так. Я вернулся в свою квартиру. Но как такое возможно? Меня охватила паника и начал наматывать круги по комнате в надежде хоть как-то успокоиться. Физическая усталость зачастую побеждает эмоциональную. В голове было пусто. Только страх и ужас охватывали все мое существо. А в мозгу бегущей строкой неслась какая-то мантра. Может быть молитва, а может просто бессвязный набор мыслей, призванные хоть как-то, если не успокоить меня, да хотя бы отвлечь от паники. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем я обессиленно рухнул на пол и уставился в потолок. Казалось, что никуда я не уезжал. Старая люстра все так же недобро смотрела на меня своими пыльными светильниками. Трещины в штукатурке были на тех же местах, что и раньше, а обои, отклеившиеся от стены, не сползли ни на сантиметр. Неужели все это сон? Но ведь не бывает такого. Просто не может быть. Я же прожил целую неделю в этом пионерлагере. Нет, я точно там был. Прекрасно помню все от момента пробуждения в автобусе и до самого отъезда. Сны, галлюцинации не бывают такими реальными. Я кое-как встал, дошел до кухни, налил стакан воды и вернулся в комнату. Кровь в голове все еще стучала, но по крайней мере страх и ужас первых минут прошли. Или просто взяли паузу. Я сосредоточился на последнем, что помнил, отъезде из лагеря. Ночь, подпрыгивающий на кочках автобус, грязные мутные стекла, за которыми почти ничего не видно и пионеры. Тогда я был полностью уверен, что назад мне уже не вернуться. Или просто не думал об этом. Как бы там ни было, я готовился к тому, что через несколько часов окажусь в каком-то райцентре и прокручивал в голове варианты дальнейших действий. Или нет? Черт! Я зарычал и сильно дернул себя за волосы. Не помню. Последние часы в том мире слились в однообразное марево, словно пьяный ренуар заканчивал свою картину малярным валиком вместо кисточки. Но все ведь не так плохо. Подождите, но почему это вообще должно быть плохим? Наоборот, все хорошо, прекрасно, я бы даже сказал. Я вырвался из этого чертового мирка и вернулся домой. Главное не попасть туда снова, ведь это может случиться. Троеточие. Но может и не случится. Да-да, теперь не стоит и волноваться. Все будет хорошо. Да, это вообще было глюки. Были глюки. Точно глюки. И не важно, что все казалось таким реальным. не бывает такого? Не бывает. Я ответственно заявляю, не бывает. Современная наука не допускает. Не верено. Я громко засмеялся. Внутренний голос пытался как-то остановить словесную диарею, фонтанирующую изо рта, но выходило не очень. Ох, кто-то давным-давно печатную диарею сценариста бы остановил в свое время. Я уже так сильно не страдал от такого количества текстов пространных и однообразных в принципе. Казалось, что мой речевой и мыслительные аппараты разделились и зажили самостоятельной, не зависящей друг от друга жизнью. Я, кстати, вангую. Хорошая концовка Ульяны от плохой концовки Ульяны, помимо той сцены, которую мы уже видели, будет отличаться тем, что в конце в университете, куда он поступит, он просто встретит взрослую Ульяну. Ну, или не взрослую Ульяну. наверное, взрослую университет все-таки. Ну, короче, в принципе, будет небольшое отличие от хороших плохих концовок Алиса. Мозг подсказывал, что надо успокоиться и как-то попытаться проанализировать новую ситуацию, а язык просто пытался снять напряжение, выкидывая в пустоту все новые и новые бессмысленные слова. Ну, вот, верят. Спойлеры. Забайте себя за спойлер. Ой, так, наконец, я смог кое-как взять себя в руки, отдернул занавески и выглянул в окно. Ночной город выглядел точно так же, как и неделю назад. Эта картина несколько вернула меня к реальности. В конце концов, если сейчас все нормально, не происходит ничего подозрительного или сверхъестественного, то, значит, это был лишь сон? По сути, у меня всего два варианта. Первый, согласиться на то, что мне все это просто привиделось и успокоиться. Второй, довериться собственным ощущениям и признать, что весь этот лагерь, автобус и пионеры случились наяву. Но, что бы я ни выбрал, ответов это не даст. Забавно, целую неделю искал эти самые ответы или, по крайней мере, делал вид, так ничего не нашел. Вырвался таки из того странного мира и что теперь? Загадка осталась загадкой. Разве что вопросов прибавилось. В конце концов, я выбился из сил, повалился на кровать и через несколько секунд уже блаженно посапывал. Троеточие. Я, блин, чуть-чуть не сделал очепятку в свою посапывал. Ох, что-то Терру. С того момента, как я вернулся из Савенка, прошло много времени и многое же изменилось в моей жизни. Первую неделю я сутками насиловал свой мозг, пытался подробно законспектировать все, что со мной произошло, строил графики и диаграммы, задавал вопросы на форумах про паранормальные явления, даже думал записаться на прием какой-нибудь гадалки. В итоге, как и стоило ожидать, закончилось все ничем. Не мудрено. Я был простым человеком, а то, что случилось, явно дело рук какого-то высшего разума. Ниндерталец, попавший в начало 21 века, и тот понял бы больше меня. Конечно, сначала, допустим, мобильный телефон, по воле Господа, передающий речь человека, находящегося в десятках километров от него, казался бы ему чудом, но к такому можно привыкнуть. Возможно, если бы он изучил школьную программу и потом закончил какой-нибудь технический институт, то даже понимал бы, как работает сотовая связь. Грубый и утрированный пример, настолько же нереальный, насколько и все то, что пришлось пережить мне. Я вряд ли пойму, как все это работает, вряд ли пойму, кто за этим стоит. Также сложно мне будет привыкнуть к подобному, если такое повторится. Однако, еще долго меня мучил более важный вопрос. Почему? Почему именно я? Что я такого сделал или не сделал? Чем заслужил подобное счастье или несчастье? Конечно, в фантастических романах чудеса зачастую происходят с вполне нормальными людьми, но то обусловлено случайностью. Я же почему-то до остервенения был уверен, что все это не случайно. Герой Азимова, перенесшийся на тысячу лет вперед, просто оказался не в том месте и не в то время. Но в будущем о нем никто не знал. Для всех он был просто сумасшедшим. А что же я? В лагере меня ждали, по крайней мере вожатые. Как можно на все это реагировать? Может быть, я был выбран случайно, но в дальнейшем изучен? Даже если так, то вопрос почему никуда не исчезает, а наоборот становится еще более важным. Троеточие. Не найдя хоть сколько-нибудь удовлетворяющих объяснений всему произошедшему, я вернулся к своему привычному существованию. Но теперь я уже не сутками сидел за компьютером, стирая в порошок кнопку F5. В моей жизни появились какие-то интересы, правда, какие я и сам точно сказать не мог. Внезапно мне захотелось получить таки высшее образование. Не для того, чтобы устроиться на работу, и не потому, что так надо. Просто я вспомнил, как весело было когда-то на первом курсе. Общение с одногруппниками, дни беззаботного юношеского веселья, море энергии, которой мне так не хватало последние годы. Ну, надо. Безумно ленивы только по-настоящему умные люди, сказал кто-то из великих. С этим изречением сложно не согласиться. Человек средней руки не хочет делать что-то не потому, что ему лень, а потому, что ему это неинтересно. Допустим, мне неинтересно вязать, и что теперь? Если я не выдаю попарить шерстяных свитеров в месяц, это значит, что я лодырь? А вот лень лишний раз открыть книгу, это уже ближе ко мне. Хотя я и люблю читать, но вот задумаешься о том, что предстоит страница за страницей осиливать огромный роман, и даже если он интересный, даже если захватишь с головой, и уже не торвешься, так то потом. А сейчас надо всего лишь взять книгу с полки и открыть, а вот это уже лень. Блин, очень бессмысленные какие-то слова продолжаются. Не знаю, что конкретно на меня повлияло, но примерно половина моего времени, в отличие от 5-10% раньше, была занята чем-то полезным. Я читал, писал, изучал новое, занялся спортом, хотя бы зарядкой по утрам. Иногда я думал, что так повлиял на меня лагерь. Что же, этого нельзя исключать. В конце концов, в той или иной степени, все 7 дней там я был втянут в какую-то общественную работу, участвовал в вербальных коммуникациях с окружающими, масштабы которых раньше могли вызвать у меня ужас и острый приступ затворничества. С другой стороны, не так-то и просто изменить характер человека всего за неделю. Да еще и такого упертого, как я. Вот дать какой-то ориентир, вектор, это запросто. Однако, никогда бы не поверил, что со мной такое возможно. В любом случае, я был так рад произошедшей перемене, что старался лишний раз не задумываться о ее причинах. Да, черт возьми. Какой дурак будет думать о том, почему ему удалось сорвать джекпот, до этого заложив последние портки? Ах, троеточие. Ну, Виря, а ты как думал? Все так и есть. Просто жесть. Просто жесть. Летом я восстановился в институте, а осенью начались занятия. Время шло, я с благим рвением, которого сам от себя не ожидал, ходил на лекции и семинары, готовился к зачетам и экзаменам. Неожиданно легко получилось влиться в коллектив. Хоть я и был несколько старше большинства, это совершенно меня не смущало. То ли дело в моем природном инфантилизме, то ли в переменах характера, этого я не знал. Скорее всего, ответ лежит где-то посередине. Сама собой вернулась радость общения с людьми, потерянная много лет назад. Находить контакт с окружающими стало легко, их проблемы уже не казались столь несущественными и мелочными, а нормальная жизнь, которую я раньше считал прерогативой серой массы, засияла для меня новыми красками. Иногда казалось, что я превратился в какую-то куклу, стал одним из миллиарда одинаковых оловянных солдатиков, ровными рядами стоящих на полке магазина игрушек. Но в этом магазине, помимо нарядной витрины, пестрящей яркими надписями о новинках, распродажах и рождественских скидках, был и чулан, куда сваливали неконди... Боже, что здесь? Что за жесть? Куда сваливали некондиционную продукцию? Плюшевый мишка без одной лапы, пожарная машина, нуждающаяся в немедленном посещении автосервиса, трансформер, вместо могучего робота, превращающийся в микроволновку, пазлы, собирающиеся в причудливые картины постмодерна. Где-то среди этих сломанных игрушек и было раньше мое место. И если некоторые еще могли найти пристанище в благотворительных фондах или детских домах, то меня ожидала лишь свалка и дальнейшая утилизация. Фух, нужно явно чайком это все запить, а то уже горлянг аж горит. Так. Поэтому подобным переменам в жизни я не мог не радоваться. Троиточие. О, наконец-то университет. Шла последняя пара самого трудного в этом семестре предмета. Подавляющему большинству студентов он не нравился. Наверное, из-за своей сложности и неоднозначного преподавателя я же находил какое-то особое удовольствие в таблицах, графиках и теограммах. Собирая по крупицам цифры я в правильном порядке расставлял их в столбцы и строки, суммировал, вычитал, делил и умножал, получая тем самым точную картину какого-либо явления. Ну, опять-таки, я уже, наверное, об этом говорил, когда мы открывали плохую концовку ульяна, похоже на моделирование системы. Ни одно число не могло ускользнуть от моего внимательного взгляда. Все они должны быть пойманы, посчитаны, проанализированы. Каждому должен быть выдан порядковый номер и распределение в соответствующую ячейку. По прибытии каждая цифра получит какое-то... а, койко-место. Обычную парадную форму и будет направлено на заранее запланированный для нее вид работ. Кто-то будет копать отсюда и до Итова, кто-то побежит в марш-бросок за трендом, а кто-то на стрельбище будет пытаться попасть в парную регрессию. Чего несет? Просто жесть. О чем задумался? О чем задумался? Я нехотя оторвал ручку от тетрадки и посмотрел на одногруппника. Пишу лекцию, как видишь. Да забей. Потом методичку почитаешь. И методичку прочитаю тоже. Всегда поражался тебя. И что такого удивительного? На красный диплом что-ли собрался? Не задумывался. Не говорит только, что тебе это не интересно. Я вспомнил, как секунду назад представлял себя прапорщиком в полку цифр и невольно улыбнулся. Да и в жизни это не пригодится все равно. Вот-вот. Я как обладатель уже двух красных дипломов вообще не вижу от этого никакого толка. Все пригодится. Хотя бы для общего развития. А, или он правит про расчеты. Ну, расчеты тоже могут не пригодиться, кто знает. Одногруппник их едно ухмыльнулся. Ты ни одной книги небось жизни не прочитал? Что с того? Вызывающий ответил он. Я просто констатирую факт. Зато ты постоянно в каком-то своем мире находишься. Тут он был прав. Хоть я восстановил часть потерянных социальных навыков, часто я просто выпадал из реальности, мечтая о чем-то своем. Как будто что-то плохое. Вот. И я книги не читаю. Тоже ничего плохого. Человек не может жить одними материальными потребностями. Философский издевательский на О вроде должно философско издевательский изрек я. Ой, ладно, запарил. Трэй туч. Лекция подходила к концу, и я начал прикидывать планы на день. Надо зайти в магазин за продуктами, потом доделать проект и отослать заказчику, потом конспекты. Вечером можно почитать или посмотреть что-нибудь. Это, конечно, если никто не позвонит или не напишет. Каких-то срочных дел вроде и нет, так что можно уделить немного времени знакомым. Ох, еще целых пять минут. Я посмотрел на телефон и понял, что сегодня как раз то число. Прошел ровно год с момента, как я вернулся из пионерлагеря совенок. От этих мыслей на душе стало теплее, а на лице застыла блаженная улыбка. Последнее время я все реже и реже вспоминал о этих событиях. Конечно, подобное забыть невозможно. Это те мгновения чего-то фантастического, сказочного, которое на всю жизнь откладывается в память. Если даже самые радостные моменты со временем тускнеют и остается лишь воспоминание о том, что подобное вообще происходило, то с неделей проведенной в совенке все было совсем не так. Заканчивая эту фразу читать, я уже забыл из чего начиналось. Полнейшая жизнь. Я помнил все до мельчайших подробностей. Ужас первых минут после пробуждения в автобусе. Тяжелый, полный неожиданностей и удивительных знакомств первый день. Веселые, беззаботные шалости с Ульянкой. Чего стоит хотя бы номер с привидениями? Да, такому позавидовали бы и лучшие юмористы советской эстрады. А какие лица были у пионеров? Да они сон смеху бы готовы помереть. Хорошо бы, конечно, встретить Ульянку в реальной жизни. Конечно, она не всегда адекватна, гиперактивна и не имеет ни малейшего понятия о нормах приличия, но не каждый день видишь человека настолько искреннего, беззаботно веселого и энергичного. Возможно, часть этой энергии она передала мне. Че-то я чуть-чуть выпал, потому что мне казалось, что Семен сидел вот здесь, где-то типа это был Семен, а это его одногруппник. Ну, потому что у Семена вроде бы темные волосы всегда показывали. Скорее все, я опять выпадаю на этом моменте, как и при плохой концовке Ульяны, это было давно-давно, но реально прозвенел звонок, одногруппник встал и попрощавшись вышел. Я начал медленно сгребать тетрадки и учебники в сумку, как вдруг услышал над собой чей-то голос. Извините, а это 34-я аудитория? Там же табличка на двере висит. Не висит. Голос девушки прозвучал обиженно. Значит, сняли. Так это 34-я? Да? Наконец я закрыл сумку и, собираясь вставать, поднял голову. Боже, как крепота какая-то. Чего она так перекошена стоит? Странно. То есть, может, она стоит не перекошена, но реально крепота. Девушка показалась безумно знакомой. А мы с тобой... Да, я тоже подумала. Она выглядела крайне удивленной. Хотя, что-то я не припоминаю, где мог тебя видеть. И я. Ты на каком курсе? На первом. О, молодо зелено еще. Девушка улыбнулась. Зато все впереди. Как будто у меня уже все позади. А ты на каком? На четвертом. И как? Тяжело учиться? Первые несколько курсов тяжело. Так и знала. Расстроенно сказала она. зато потом попроще. Когда втянешься всегда легче. Иногда так лень что-то делать. Да, понимаю, бывает такое. А у тебя остались какие-нибудь материалы с первого курса? Может, дашь, легче, к сессии готовиться будет? Конечно, ничего у меня не осталось. На первом курсе я был много лет назад. Но мне вдруг очень сильно захотелось спросить у нее телефон. Поэтому я соврал. Да, наверное, надо поискать, правда. Отлично. Мы обменялись номерами. Я Семен. А тебя как записать? Ульяна. И тут я понял, кого же мне напоминает эта девушка. Семен, ну ты простый простый ювелир. Не знаю, как тебе еще об этом сказать. Точно, это же Ульянка, повзрослевшая лет на пять. На мгновение я потерял дар речи. Что? Обычное имя. Ленина также звали. Че? Ленина звали Ульян? А походу да. Точно, выпал опять-таки. Уже совсем ничего не соображаю с этими текстами и тут смысловая нагрузка минимальная к сожалению. Так, надувшись сказала она Да нет, просто ты никогда не была в пионер лагерях? Была, в детстве. А что? Мгновение ока все события в Савенке всплыли перед глазами. Значит это был не сон. Правда они уже не пионер были а просто детские добавила Ульяна и форму не носила. Это такую с красным галстуком? Нет конечно, что за уродство? она громко рассмеялась. А почему спрашиваешь? Я было хотел ей все рассказать, но потом подумал, что она посчитает меня сумасшедшим. В конце концов, эта девушка значительно старше той Ульянки, которую я помню. Может быть просто похожа на нее? Мне сон снился и кажется я там видел тебя. Что-то вроде дежавю. Дежа что? Когда видишь что-то впервые, но кажется что раньше уже видел это. Да, если подумать, ее лицо стало серьезным. Если подумать, то я тоже где-то тебя видела. Определенно. Наверное это твое как там его? Интересное совпадение, не находишь? Даже не знаю. Впрочем ладно, я тебе позвоню. Бывай. Она засмеялась и выбежала из аудитории. Внешность, поведение, манера общения нет, это точно та самая Ульянка. Значит сон становится явью? Такой поворот событий не может не радовать. А главное я наверняка не в последний раз вижу эту вечно веселую девочку. Так стоп, она искала 34 аудиторию. Я уже опять забыл типа это она была или нет? Потому что раз она искала 34 аудитория. у нее тут типа должна быть пара или типа куда она убежала? Боже, что-то все. Походу у меня мозг окончательно отключился из-за этого всего. Просто жесть какая-то все. Конец концовка точнее открыто. Гроза педобиров окей окей хорошо хотя я в принципе по-моему знал что так называется ачивка. Каждая история сначала и конец. воу-воу-воу чё творится то чё за жесть произошла? Ой блин сейчас на на весь чертов монитор у меня открылось бесконечное лето накрыло все что можно было накрыть с ума сойти просто с ума сойти Семен сказал что Ульяна перепутала номер а окей та побежала на свой понял понял если что не понял что вы сейчас видите у вас все зависло или нет потому что у меня завис АБС блин все запоролось честное слово все порится ноут проснись мы открыли десятую уже концовку бесконечном лете все титры не показываешь вообще все титры прошли мимо вас походу жесть какая-то все нормально я понял надо его просто сворачивать ОБС в такие моменты разворачивать тогда он перестает тупить хотя казалось бы решение так себе и как он от этого зависит я не понимаю ну что ж мы сегодня открыли хорошую концовку Алисы хорошую концовку Ульяны и на очередь у нас Мику Юля и допройти дополнение то самое история одного пионера которую мы наполовину прошли я бы честно говоря с радостью сейчас бы начал проходить Мику или Юлю вот но что-то я так устал ребят вы уж не обессудьте особенно Виря которая так хочет Мику вот но уже почти два с половиной часа и я не планировал что больше трех часов будет и трансляция я уверен если мы начнем кого-то проходить то мы за полчаса не справимся вот и поэтому сейчас начинать уже и бессмысленно и сил нет никаких но в следующий раз следующая наша трансляция по бесконечному лету я так понимаю что она будет через недельку может там во вторник даже меньше чем через недельку будет уже стопудово Мику наконец-то наконец-то мы прошли всех этих мейнстримовых девок типа Слави Ульяны Лис Лены и можно отвести душу и возможно возможно я правда не уверен что концовка Мику нам как-то объяснит происходящее здесь это понятно что концовки Юли уже что-то поясняют но все равно типа супер-супер новый контент будет наконец-то нами узнан прочитан и все такое так что на сегодня пожалуй все спасибо вам обоим что провели практически всю эту трансляцию здесь со мной немножко опоздали на начало вот а в субботу следующая трансляция будет в субботу на всякий случай или когда или не в субботу то сейчас расскажу вам да вроде в субботу она будет еще на час раньше начинаться то есть в 4 по московскому времени то есть нужно приходить еще раньше чтобы не опоздать на полтора часа вот это важно важно понимать и мы там будем проходить до конца ту самую игру everybody's gone to the rupture но но кстати кстати я прошерстил youtube с тем моментом где мы остановились в прошлый раз я нашел три прохождения и сейчас скажу двое людей из трех которых я видел они просто пошли немножко не так как я ходил и у них вроде бы все активировалось а третий чувак он вообще прошел мимо этого места по дороге и даже не смотрел эти сцены то есть чё как мне найти прохождение которое мне скажет что я не сделал там то есть походу просто придется там в начале трансляции пошариться еще по округе и посмотреть где там какую-то сцену пропустили или просто этот чертов светлячок он там остался бред какой-то короче не знаю будем разбираться с этим моментом я попытался найти решение ситуации но чё-то как-то не нашел но буду надеяться что все будет нормально и в принципе как я понял по их прохождению мы где-то тоже ровно посредине остановились так что все будет круто надеюсь все будет круто без проблем мы пройдем игру и на следующей неделе уже что-то будем новенько транслировать но на этом все спасибо вам еще раз обоим спасибо вере с 10 рублей эх еще конечно немножко не собрали но есть хорошая новость скорее всего я смогу справиться со своей частью сделки и добавить денюжек на восстановление жесткого диска информацию точнее с него и все будет нормально не придется там не знаю дополнительный сбор какой-то делать чтобы мы реально смогли его восстановить вроде бы все все сработается главное чтобы вы дособирали эту сумму и тогда будет все точно чики-поки ну вот все опять я прощаюсь то есть я так понял что мы не идем с тобой играть один на один в хардстоун вот ламповые разговоры 228 че не понимаю причем тут 228 ламповые разговоры я уже за эту трансляцию столько наговорил слов что я же говорю горло просто не выдерживает поэтому нужно остановиться и пойти не знаю там лабу какую-то сделать из тех которые нужно сделать или чем-то другим более адекватным заняться до субботы ребят все такое где там оп теперь точно все ламповые разговоры Продолжение следует...